друзья я включил запись это означает что мы начинаем формальную часть нашего вебинара вот кто куда-то сжигалов к сожалению девался но нет я никуда девался я тут куда же от вас спасибо начинаем сегодня 16 марта 2022 года 2022 года московское время 16 часов 2 минуты начинаем вебинар номер 7 который ведет зателепен валер николаевич то есть я наш сегодняшняя тема сегодняшнего вебинара это треки странного излучения от ламп накаливания и от электролиза выступает ктн жигалов владислав анатольевич но я пару слов как обычно скажу но во первых хочу напомнить что вот неделю назад выступал выступал чижов с темой очень похожей с очень похожей темой но вернее ну практически такой же темы только там особенность некоторая существенная была он рассказывал о треках и кратерах странного и неизвестного как я уже все знают называю излучение которое образуется от реактора проработавшего два с половиной года назад когда-то там и через два с половиной года продолжающего испускать неизвестное излучение а сегодня вот мы послушаем доклад когда свежие так сказать вот работает реактор работает какое-то устройство и вот оно порождает неизвестные частицы которые оставляют треки на но я так понимаю влад вот это вот он изобретатель этой технологии это вот твердотельный детектор в виде значит вот cd или dvd диска на котором образуя на котором образуются следы от этого неизвестного излучения я хотел послушаем что он расскажет но вот хотел заранее прорекламировать одну вещь которую упомянул на прошлом вебинаре но она всплывала еще и ранее упомянул пархомов о том что существует некое противоречие вот в подходах которые например чижов исповедует и в подходах которые исповедуют вот жигалов и пархомов у них в общем-то общие такие вот исследования пархомова и жигалова хотя сегодня доклад только жигалова так вот противоречие состоит в том что у чижова неизвестное излучение проникает сквозь материю довольно через толстые слои 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 материи вплоть до десятков сантиметров а вот у жигалова пархомова у них как-то это все по другому и более того даже вот в пакетах каких-то полиэтиленовых которыми мы всегда вот я вообще мы с барановой лаборатории всегда пользуемся уже многие годы диски в пакетах всегда храним вот при экспериментах чтобы пыль исключить вот вроде бы у них уже галова пархомов тоже это слабо экранирует довольно сильно ну может быть еще какие-то будут новинки и не может быть а точно будут новинки вам слово добрый день дорогие коллеги сейчас я запускаю демонстрацию экрана я посмотрел я оказывается год назад ровно выступал на семинаре и у меня был такой доклад по поводу экранирования как раз но сегодня у меня доклад будет не про экранирование а скорее про немножко другие аспекты хотя конечно невозможно не коснуться вот этого парадокса до вот этого противоречия я надеюсь я вспомню и немножко расскажу что я думаю по этому поводу значит ну вот я должен немножко напомнить о предыдущем этапе исследования хотя об этом я уже там говорил в камере год назад значит были исследованы были исследованы два типа реактора с 17 по 19 год это горячий никель водородный реактор такой типичные с которым работал альсандр георгиевич пархомов в то время этот реактор проработал непрерывно в течение 7 месяцев с избыточным тепловыделением а второй реактор был совершенно другой конструкции ну водный реактор с электролизом в воде причем плазменным электролизом в воде была разработана специальная методика численной оценки интенсивности треков странного излучения то есть мы научились их подсчитывать суммарную длину треков смотреть и можно было уже накапливать статистику и собственно сравнивать вот результаты в ходе различных экспериментов это кстати опубликовано вот здесь вот ссылочка есть я потом после доклада я пришлю презентацию разумеется было выяснено что рядом с реакторами на расстоянии вот условная граница получилось 20 сантиметров рядом с реакторами суммарная длина треков получается ну на порядок на два больше чем на удаление от реактора мы считали именно протяженные треки в этом смысле я ничего не могу сказать по поводу кратеров мы их во-первых не считали и если честно мы их даже и не видели вот такая удивительная особенность да что у разных команд получается разные объекты для исследования вот у нас были объекты для сегодня исключительно протяженные треки к гладкие так и периодически и очень большой на самом деле разброс вот видите вот этот интервал дан очень большой разброс был ну как рядом с реакторами так и на удаление от реакторов это как раз большая вариативность ну вот иллюстрация да это просто результат одного из экспериментов на расстоянии 5 сантиметров от реактора диск набрал там больше 1600 миллиметров треков на 10 сантиметров он набрал тоже примерно такое же значение а потом резко упала это значение то есть и диски которые стояли на расстоянии 20 30 40 и так далее сантиметров они практически ничего не набирали по сравнению вот с этими двумя ближними дисками вариация интенсивности треков это такая особенность она видимо присуща странному излучению и очень мешает экспериментатору потому что приходится набирать большую статистику то есть на мой взгляд один эксперимент два эксперимента это вообще не показатель то есть какие-то выводы делать на основе там одной-двух экспозиции ну слишком большой разброс на самом деле вы увидите и можно запутаться просто до на основании вот такой недостаточной статистики оказалось что длина треков очень сильно варьирует от экспозиции к экспозиции даже при том что вот как неделю назад пархомов говорил что мы ничего не меняем но одну неделю получается вот большой результат другую неделю вообще может быть нулевой результат при этом вариации есть как ближний так и в дальней зоне и зато большое число треков вот условную границу можно провести тому скажем 500 миллиметров на один диск суммарная длина треков она возникает только в ближней зоне мы ни разу не видели вот такого большого числа треков если диск поставить на расстоянии тому за больше 20 сантиметров от реакторов и никакой закономерности мы пока не обнаружили вариации от времени то есть ну с чем-то наверное нужно еще там сравнивать да ну вот на вскидку то что мы смотрели закономерности не нашли ну примеры треков вот это контроль вытяжки то есть стоял просто диск на удаление от реакторов мы видим что здесь пыль видно очень хорошо вот эти артефакты это освещение при съемке этих дисков но треков здесь нету а вот это пример очень большого числа треков в 10 сантиметрах от того водного реактора который мы назвали дятел характерная длина треков несколько миллиметров и есть такая особенность что эти треки группируются виде таких вот групп да и размеры одной группы ну порядка наверное 1 квадратного сантиметра причем в рамках одной группы мы видим чаще всего такие треки близнецы то есть вот группа типичная да это нас люди кстати вот примерно один квадратный сантиметр здесь вот в кадре и видно что вот это вот форма бумеранга она повторяется здесь ну просто десятки раз и вот это мы постоянно постоянно видели то есть в рамках одной группы есть своя характерная форма вот этих вот треков причем эти треки и вот здесь и на 9 диски в основном это гладкие треки все привыкли что все рассматривают такие красивые периодические треки такие гусеницы да на самом деле это очень малая часть от всех треков которые мы здесь наблюдаем считаем мы разумеется все треки и гладкие и периодически но периодически это буквально ну может быть несколько процентов от всех вот пример периодического трека здесь в оптике но при таком увеличении не очень хорошо видно да но вот мы смотрели и в электронный микроскоп мы смотрели в атомно силовой микроскоп но видно вот это вот тонкая структура вдоль вот этих вот периодических треков и очень хорошо видно что периоды вот эти которые повторяются да они являются точные копии друг друга вот здесь мы захватили в одном вот этом вот снимки и вот этот вот хвостик и этот хвостик но я даже не знаю что здесь происходит условно говоря какая частица может быть она здесь значит скользит или катится потом отражается и идет в противоположную сторону но здесь видно что вот эти копии они и между левым и правым вот этим вот левой и правой дорожками абсолютно одинаковые так и вдоль одной дорожки вот это можно еще посмотреть при большем увеличении вот с разрешающей способностью электронного микроскопа в данном случае это десятки наверное нанометров порядка 10 нанометров мы видим что вот эти особенности каждого такого периода да в рамках этого периодического трека они повторяются с огромной точностью то есть просто ну как отпечатки пальцев а то еще может быть точнее было там 5 микрон было написано масштаб да но вот если вы посмотрите вот эти характерные какие-то особенности да но тут это уже доли ну это не знаю может быть вот размер вот здесь вот это порядка может быть 50 порядка 500 наверное нанометров но все равно если вы посмотрите какие-то совсем тонкие особенности да но это уже вот там порядка наверно 100 нанометров при разрешающей способности десятки нанометров от этого снимка видно что точность просто поразительное повторение этих рисунков ну вот теперь я должен рассказать про то что получилось в прошлом году по исследовать как как обычно таскать виновником явился александр георгиевич пархомов он мне как-то позвонил в общем созвонились и он сказал знаешь у нового реактора я поставил диск так для интереса и он полон треков приезжай я приехал это в лаборатории kit москве и забрал этот диск и как обычно я значит взял этот диск полностью его про сканировал на микроскопе ну методика такая я должен немножко напомнить в чем заключается методика численной оценки каждый диск который где-то экспонировался в том числе контроль проходит сплошную сплошное фотографирование один кадр примерно 7 на 9 миллиметров получается дан то есть вот если я немножко сейчас обмотаю вот этот вот кадр до типичные кадры вот это вот 7 на 9 и затем это все нужно посчитать для этого просто открывается там где вот такие кадры где есть треки открывается графическом редакторе ну вот прежде всего разумеется все переводится черно-белый формат чтобы чтобы эти вот артефакты цветовые не мешали затем графе графическом редакторе карандашом определенного цвета и пленой толщины я обводил все вот эти заметные глазу треки а затем это все скармливается программе примерно на один диск получается где-то 200 кадров и программа считала суммарную длину вот этих вот треков ну так вот что из себя представляет тот реактор с которого все началось в прошлом году это реактор с лампой накаливания его конструкция была опубликована и александр георгиевич уже наверное не один раз описывал как это все устроено я дальше снова повторю значит сердцем этого реактора является такая лампа накаливания продолговатая 300 ватт на это галогенка значит на нее подается повышенное напряжение и она охлаждается еще водой то есть вот здесь вот циркулирует вода вода значит после прохождения рядом с лампой еще охлаждается в воздушном радиатором здесь вот емкость с водой собственно погружной насосик все это дело заставляет циркулировать вот значит вот здесь приведена табличка из публикации пархомова где собственно показано что это настоящий леннер реактор то есть здесь появляются новые элементы очень наблюдается преобразование элементов вот калий и кальций особенно хорошо видно да что до реакции калий 99 и 9 это раствор калий и внутри после массовый процент 86 и 4 а кальций который был исчезающим мал до реакции стало 10 процентов кальция вот в этом растворе который прокачивался но мы вот в тот период когда мы с георгиевичем ставили диски здесь прокачивалась уже вода там то водопроводная то дистиллированная то есть вот тут уже был эксперимент с чистой водой и еще вот по публикациям известно что такие реакторы очень просто устроены на самом деле да тут нет ничего такого что нельзя купить в хозяйственном магазине здесь наблюдается избыточное тепловыделение но меня интересовали конечно же треки значит вот так вот типичная экспозиция и кратко опишу устройство этого реактора значит вот здесь вот в трубке кварцевой трубки сидит лампа накаливания и она омывается водой чтобы контакты здесь не нарушали как бы не приводили там к электролизу до данном случае излишнему контакты этой лампы за изолированы и герметиком то есть здесь по сути у нас контакты герметично закрыты от воды это вода прокачивается вот из бачка с водой здесь значит по одной трубке она поднимается сюда опускается по другой трубке воздушный радиатор здесь насколько это охлаждается ну и обратно возвращается типичная экспозиция мы ставили диски совершенно в разных местах в разные конфигурации ну тоже хотелось посмотреть вообще похоже ли на то что мы видели на тех реакторах которые мы до сих пор исследовали значит вот сразу покажу результаты вот это это просто результаты одной экспозиции да вот видно что календарно она стояла неделю но реактор в сумме работал 34 часа диск номер три он в данном случае находился вот вот он этот диск до находился рядом с реактором на расстоянии 7 сантиметров от спирали стороной чувствительной к соответственно к реактору вот он набрал заметное число треков остальные но я бы назвал то фоновым фоновыми такими значениями ну можно еще сказать что диск который еще был тоже на расстоянии там до 20 сантиметров 12 сантиметров от центра этого реактора ну что-то там 50 миллиметров набрал но это так не очень много остальные набрали либо 0 либо гораздо меньше ну и был еще контроль два диска стояли на расстоянии опять таки как как это полагается значит на расстоянии от реактора они тоже показали практически 0 вот дальше мы можем посмотреть уже набранную статистику вот это 9 экспозиции в сумме 46 дисков летом 2021 года ну на самом деле статистика та которая вам уже показывал с предыдущего этапа она подтвердилась причем подтвердилась точностью ну прямо вот дочисленных значений то есть средняя суммарная длина треков тех дисков которые стояли на расстоянии до двадцати сантиметров она составляла порядка одного метра на один диск то есть вот там чуть меньше 900 миллиметров на один диск а вот те диски которые стояли на большем расстоянии в том числе и контроль они совсем буквально на два порядка меньше получилось чем у этих экспозиция одна и та же а экспозиция варьировалась дело в том что варьировалась и календарная экспозиция и варьировалась ну вот время работы ну как получалось короче говорят да то есть там мы не ночевали в лаборатории разумеется да как получалось включать реакторы вот ну по крайней мере видно что вот это вот существенная разница она она важно она действительно зависимости от расстояния ну вот я привел здесь на самом деле от всех этих дисков вот эти сорок шесть точек да причем здесь я и логарифмическую шкалу суммарной длины треков так как ну более что ли видно видно что у некоторых дисков в том числе которые стояли на расстоянии небольшом от реакторов было 0 как ну как я уже говорил бы есть большая вариативность треков но тем не менее у вот этих вот опытных дисков до опыт 39 дисков здесь видны такие значения но там больше 100 миллиметров на диск да вот вот это вот условно говоря значимый такой результат а контроль он как раз показывал практически около нулевые значения там было всего 7 дисков контроля в разных экспозициях да но вот видно что меньше 10 миллиметров на диск то есть ну практически вот то что называется фоновое значение и если мы вот эту группу точек рассмотрим более подробно да вот здесь вот расстояние от реактора ну это условная граница можно провести 100 миллиметров да вот видно что вот эти вот еще по парочку может быть дисков которые экспонировались на расстоянии больше 20 сантиметров но подтверждается короче говоря то картина что здесь существенно падает их средняя суммарная длина треков потому что ну учтите что это тоже логарифмический масштаб да здесь вот были совершенно такие экстраординарные экспозиции где там 15 метров суммарно вот тот первый диск да вот он набрал например да или там было там около 10 метров суммарно на одном диске этих треков и конечно замучаешься считать я вам честно скажу вот но таких вот дисков было не очень много обычно до метра скажем до 1000 миллиметров вот картинка вариативности данном случае скорости накопления треков опять таки я вот здесь чтобы вариативность была очень выпукло видна я вот уже применил не логарифмический масштаб а линейный и видно что здесь есть такие выдающиеся диски до которые если ну скорость это просто вот то количество миллиметров которое я там насчитывал до разделить на время экспозиции не календарные экспозиции когда они там просто стояли в том числе с выключенным реактором а время работы реактора и вот здесь красным цветом я еще дополнительно пометил что вот здесь в эти моменты времени работала свежая лампа то есть лампы периодически перегорают лампы там есть такой эффект а когда вы эту лампу вот таким нетипичным образом используете галогенную во первых у нее повышенная температура дача немножко расскажу про температуру и нить накаливания и когда она омывается водой вместо того чтобы быть на воздухе не касаясь ничего галогеновые лампы они умеют восстанавливать спираль да то есть там тот вот испаряющийся вольфрам он обратно потом приходит на спираль вот если менять режим работы этой лампы если охлаждать ее непосредственно водой то тогда это этот вольфрам который испаряется он оседает на внутренних стенках этой кварцевой колбы и приводит просто к зачернению отсюда просто меняется скажем световой поток там общий режим работает и лампы меняется то есть вот в эти отмеченные красным этим столбиками моменты времени в этих экспозициях работала уже новая лампа его смотрите есть некоторая закономерность что именно вот эти экспозиции свежих ламп они показывали ну существенную скорость накопления треков здесь есть еще вот так такой вот такие два столбика да это те самые капельные треки про которые я сейчас еще буду рассказывать это режим электролиза это такое как бы был ну что ли аварийный режим когда прохудилась изоляция у тех проводов которые подходили к этой лампе и нарушилась герметичность точнее говоря да то есть там герметик отошел значит туда зашла вода и начался электролиз поскольку напряжение здесь повышенное 320 вольт примерно ну понятно что здесь стал выделяться газ там водород он уходил значит из реактора и вот оказалось что это приводит к новому виду треков а значит вот давайте дальше я буду немножко рассказывать про вот эти самые капельные треки да вот это пример снимков капельных треков которые мы наблюдали именно после того случая когда про нарушилась герметичность изоляции у контактов значит лампы эти треки они во первых по сравнению с теми обычными которые мы видели гладкими и периодическими они очень длинные буквально вот эти вот два может быть даже больше трека которые здесь видны они проходят через весь диск то есть это порядка на 10 сантиметров вот эти треки занимают это очень большой очень большая длина для треков ну вот еще пример да почему я считаю что это эти треки эти капельные треки тоже связаны со странным излучением у них абсолютно такие же особенности параллельные треки да вот как правило эти треки они сгруппированы да и в виде параллельных таких линий во вторых эти треки они находятся именно вблизи реактора ну и в третьих сложно себе представить чтобы вот тот то аэрозоль которая возникает вот в ходе этого электролиза вот эти капельки могли бы быть упорядочены вот таким образом да то есть это очень сильно напоминает действительно треки странного излучения и дальше я покажу уже при большем увеличении значит но сначала я упомяну еще один способ получения капельных треков это тоже электролиз но если там был такой непреднамеренный скорее аварийный режим я уже не помню может быть полчаса так проработал тот реактор в таком режиме электролиза параллельно с этими экспериментами которые проходили в москве мы зеленограде работали просто с электролитическими ячейками с другими на самом деле целями научными да мы проверяли гипотезу руководители нашей лаборатории неволина о том что в ходе электролиза должен наблюдаться некий избыточный гаммафон и действительно мы такой результат получили но это тема отдельного совершенно доклада здесь я сегодня про это не не буду говорить но те же самые электролитические ячейки значит которых был раствор серной кислоты 30-процентные были никелевые электроды и анод и катод был постоянный ток порядка одного ампера значит ну вот там измерялся гаммафон но это как бы другая ветвь исследований да и рядышком мы ставили вот те самые dvd диски и накапливали треки странного излучения было интересно посмотреть а будут ли там тоже треки и практически одновременно получилось так что в лаборатории московской лаборатории пархомова вот такой непреднамеренным мы получили капельные треки и одновременно с этим практически мы получили треки тоже капельные от такого более штатного обычного электролиза мы провели три экспозиции по 4 диска значит ну вот примерно так выглядела одна из конструкции электролитические ячейки ну то есть чашка петри здесь вот эти два электрода плоские на небольшом расстоянии друг от друга здесь собственно подавалось подавалось постоянное напряжение заливался электролит и вот здесь еще сетка никелевая и еще водород отсюда выходил ну там разумеется происходила генерация водорода при таком электролизе вот это ячеечка до электролитические она ставилась вот сюда и с разных сторон были диски чувствительной стороной смотрящей на эту ячейку ну вот в итоге как бы примерно вот так выглядел сам эксперимент то есть вот здесь еще в свинцовые такой болванки внутри находился еще счетчик гегера ну который считал гамма фон ну и собственно тот водород который выходил из этой электролитические ячейки ну это все внутри вытяжного шкафа работала он свободно выходил вот из из этой ячейки мы наблюдали ну во первых немножко расскажу что получилось мы действительно получили треки вот статистика это первого эксперимента да здесь опыт ну вот диски там какие-то там дальний ближний левый правый да мы так условно пометили но порядка одного метра суммарной длины треков может типичные такие сильно значимые значения в отличие от контроля где бы были очень маленькие значения вот 2 2 экспозиция тоже из этих четырех дисков 2 набрали ну такое заметное число треков но два остальные треков практически не показали также как и контроль и третья экспозиция показала значительно меньшее число треков ну проявился опять вот тот появилась то вариативность суммарной длины треков от экспозиции к экспозиции то есть вот здесь уже можно сказать что этот результат не очень-то значимый да то есть вот 70 миллиметров это это не очень много значит итак капельные треки мы видели в этих экспериментах уже с преднамеренным электролизом и тоже видели капельные треки они возникают сейчас я покажу их в некотором количестве они возникают именно в аэрозольной среде для для уточнения слушающих экспозиция в этом эксперименте какая была вот тут я сейчас я не смогу сказать она ну условно говоря тоже наверное диски стояли порядка недели а эти ячейки включались на 1-2 часа в сутки то есть несколько часов скажем так работы электролиза и диски в целом стояли вот на этом месте ну порядка наверное недели в каждом эксперименте порядок величин примерно вот такой значит эти капельные треки они возникают именно в аэрозольной среде . когда выходит газ в основном водород он выходит влажный и он захватывает еще капельки представить когда там бурбулирует вот это вот значит электролит до эти капельки они выносятся за пределы электролитической ячейки получается такая влажно-капельная среда и вот эти капельки они участвуют в образовании вот этих вот протяженных треков чем капли разного диаметра вот пример это уже то что серной кислотой да вот это электролиз никель в серной кислоте ну масштаб здесь показан да то есть вот они тоже довольно длинные по сравнению с треками с типичными треками странного излучения но здесь вот данном случае они как раз короче чем в тех московских треках от просто воды дело в том что когда здесь на этом на этом диске оседают вот эти капельки электролита они как правило оседают нет правило больше по размерам чем здесь показано да вот здесь самые крупные вот эти капли порядочные в эти треки ну какой здесь размер вот если это у нас то микрон да но это десятки порядка двадцати наверное микрон это максимум вот на этом слайде видно так они в принципе и микрон и вот эти вот отдельные капельки то что каждый из этих треков практически он составлен из отдельных таких микро капелек но эти капельки отличаются по размеру от тех обычных капелек не упорядоченных а просто когда вот осела какая-то капля да там там уже размер этих капелек может быть ну гораздо крупнее там пол миллиметра может быть причем консистенция в данном случае вот а такого электролита она похожа скорее на сироп нежели на воду то есть ну понятно что сам сам себе серная кислота тридцатипроцентная уже более плотная значит более вязкая но там еще вдобавок образовывалась соль никеля сульфат никеля и когда этот аэрозоль еще на сказать оседал на диске водой разумеется немножко еще испарялась серная кислота скорее там оставалось получалось такой вот более концентрированные что ли такой сироп то есть вот консистенция этих капель она вот такая не не совсем прям такая жидкая а вот это пример картинок с микроскопа да это вот уже с водой это вот тот реактор н.в. ну кстати должен расшифровать почему н.в. накаливание лампы и охлаждение водой то есть вот условно такое вот название тех самых реакторов пархомова с которыми работы вот мы видим тоже вот эти капельки которые выстроены просто по рядам они вот как раз продолжаются буквально чуть ли там не на 10 сантиметров к каждый такой ряд и здесь вот еще видно интересно такая особенность вот это на самом деле высохшая капли даже просто вода до водопроводная вода в данном случае было ну в которой происходил такой вот электролиз при напряжении там больше 300 вольт в итоге эти капельки они вылетали за пределы значит этого реактора оседали на диске вот это пример обычной такой капельки которая осела и высохла то есть это но это просто след от тех солей которые в воде были но вот видно что здесь как раз начинается начинаются треки капельный то есть что-то начинает вот эту каплю пока она не высохла размазывать по поверхности виде таких вот протяженных участков да а вот эти и вот этот и этот трек они начата где-то там не мог с другой капли вот сейчас давайте я чтобы вы лучше себя представляли я покажу эти самые множество таких картинок да вот начнем вот с этой да есть такие вот продолговатые например да то есть не обязательно они круглые вот видно что в разных направлениях идут и параллельные треки и вот на каком-то расстоянии друг от друга это все тот самый непреднамеренный электролиз воде вот например одну как будто бы что-то движется и эти капельки распределяет по поверхности вдоль своего движения вот здесь видно вот множество параллельных треков там вот большая капля на самом деле до высохшие разумеется да то есть это просто ну так микроскопе видно что она как бы черная на самом деле она конечно просто так вот на когда вы смотрите на этот диск ну просто следы от соли да и вот видно что здесь вот выходила из этой капли какие-то вот такие следы уже протяженные вот это что касается с водой а теперь что касается с электролизом в собственности в серной кислоте вот тут эти капельки они выглядят вот так сейчас немножко пролистаю чтобы вы себе представляли да то есть вот множество множество параллельных таких линий до порядочных вот такими средами капелек диаметр капель отличается расстояние между каплями довольно нерегулярное и она тоже отличается вот пример просто обычной капли вот того самого аэрозоля из серной кислоты и соли которая просто вот осел на диске ну порядка одного миллиметра да то есть видно что здесь уже никаких треков поблизости не видно ну а вот уже типичные такие мелкие капельки да причем только ли капельные треки образуются от электролиза оказалось что нет там на диске заметны и треки обычные гладкие то есть вот например это обычный гладкий трек из наверное вот вот это тоже обычные гладкие треки но часть этих треков они еще сопровождаются вот такими капельками да ну вот примерно так это все выглядит вот видите что и размер капелька отличается от трека к треку и расстояние между этими капельками тоже отличается для понимания вот может быть полезно будет скажи вот вот эти вот продолговатые какие-то движения неизвестно чего капель возможно или что-то что тащит воду за собой относительно в диске у тебя стоят вот рядом с электролитической ячейкой где ячейка где вверх где низ вот на этом рисунке можешь показать здесь я вот скажем так закономерностей вот это то ли горизонтального то ли вертикального расположения этих треков мы не видели то есть они могут быть совершенно в произвольных направлениях идти то есть также как и треки обычные треки странное излучение они идут как попало абсолютно вот ну я могу только сказать что это ну поверхность она смотрела непосредственно на электролитическую ячейку да вот ориентация только вот могу только вот это сказать вот ну давайте пойдем дальше значит дальше я уже буду говорить про обычные треки разумеется мы хотели увидеть снова посмотреть разными способами микроскопии и в оптике и электронный микроскоп и асм мы хотели посмотреть еще более внимательно проверить все те гипотезы которые возникали еще на предыдущем этапе то есть дальше я уже не буду говорить про капельные треки дальше это обычные треки либо периодически либо гладки вот один из треков это просто фрагмент его здесь показан который мы разглядывали с пристрастием мы смотрели и в оптику мы смотрели и значит на на риме его и сами вот пример с рим снимков это электронный микроскоп отдельные такие вот ну видно что период здесь повторяется да и ну вот вот периода между скажем этой капелькой этой капелькой ну капли тут очень данном случае условное понятие это скорее вмятина да то есть вот на электронном микроскопе на атмосфера микроскопе очень хорошо видно что вот это на самом деле такие вмятины ну в ходе вот одного периода можно здесь различить две такие характерные особенности поверхности да вот такая вот компактная вмятинка и более продолговатая ну форме не знаю чертенка например там значит вот дело в том что я уже не буду это все большом количестве показывать что вот такая форма она повторяется вот сколько периодов здесь у этого трека есть она абсолютно в точности опять повторяет вот и эту форму и эту форму то есть опять мы наблюдаем точную копию буквально вот с до разрешать разрешающие способности электронного микроскопа точную копию вот этих следов частиц и я уже это и говорил и не один раз что ну мне кажется объяснить это иначе кроме как движением твердые частицы по поверхности невозможно я не знаю как это еще объяснить то есть частица данном случае периодически трекеты частицы катятся аста оставляя вот такие вмятины постоянно постоянно катятся и штампует вот особенности своей собственной поверхности штампует на нашем чувствительном материале вот на аэсэме то есть это зондовый метод я напомню там значит двигать движется зонд вдоль поверхности строчка за строчкой и ощупывает как бы эту поверхность но не касаясь не касаясь ее вот для примера это вот тот же самый фрагмент на риме показан дали это электронный снимок а вот это вот зондовый снимок причем это как бы ну это не не один и тот же период это два снимка взятые двух разных периодах ну как бы мы видим что они на самом деле очень сильно друг друга повторяю да ну какие то вот здесь есть то ли это что-то мусор какой-то еще нападал да ну что то здесь какие-то мелкие отличия все-таки есть это из разных периодов но повторю это два разных метода микроскопии и дело в том что вот электронный микроскоп растро электронный микроскоп он не позволяет смотреть глубину того что же мы здесь видим он очень хорошо видит в планиметрии но практически не не может сказать а сколько тут глубина выступов или вмятин это зато очень хорошо умеет смотреть атомно силовой микроскоп и вот вдоль вот этой вот строчки просто здесь построен такой профиль видно что несмотря на то что вот такое такая вмятина очень хорошо видно и на оптике и на риме и на и сами вот размер который здесь получается это вмятину глубина вмятины и наоборот вот таких выступающих частей очень небольшая это глубина и выступы по сравнению с размером здесь планиметрии вот здесь вот порядка 40 микро микрон это размер вот этого снимка здесь да а это порядка одного микрона глубь и пол микрона выступов да причем это считается такое довольно очень ну большой трек очень глубокий трек и он ко всему прочему еще с большим периодом скорее я бы сказал нетипично большим периодом между этими повторяющимися частями а если еще чем чем хорош там по сути получается такая 3d картинка рельефа и можно строить вот такие картинки их всячески крутить и понимать а что же ты здесь на самом деле видишь вот дальше вот и второй фрагмента который вот я назвал таким чертенком ну вот здесь на самом деле видно что если взять вот эти две два профиля вот вдоль этой линии вдоль этой линии здесь видны как углубление так и выступы и вот если посмотреть вот здесь вот например вдоль линии 2 мы видим скорее даже скорее такие выступы нежели углубление точно такая ну данном случае это фрагмент с горкой что-ли посередине да и мы порядка одного микрона такая вот здесь выступающая часть и я еще раз напомню что абсолютно такой же рельеф вы найдете и в следующем периоде и в следующем и следующем и так далее ну вот это вот то как это видно в электронном микроскопе опять-таки скорее всего это другой период какой-то там значит вот тот же самый трек мы теперь решили посмотреть пройтись вдоль этого трека это довольно длинный такой трек 5 миллиметров периодически длинный трек вот приведены здесь три кадра в оптический микроскоп вот начало этого трека вот какая-то серединка его и вот его окончание он по ходу движения на самом деле ну что так заворачивается нам было интересно посмотреть а меняется ли период вот этого периодического трека от начала концу и как раз вот электронный микроскоп очень хорошо позволяет эти периоды вычислять прямо не отходя от микроскопа да ну здесь с контрастностью на самом деле не очень хорошо на на этом снимке но вот измерялась вот смотрите измерить изменение периода трека да вот эти кадры a b c и d это движение снизу вверх вдоль трека то есть вот b и c это где-то посерединке а это внизу а да это вот верхняя часть вот мы видим что если у нас внизу 199 и 5 микрон это период выше 198 микрон то есть немножко поменьше затем 194 и в конце ближе к концу 189 микрон мы видим что период немножечко уменьшился вдоль этого трека вот еще один трек он тоже периодически но интересно что у него здесь есть вот в начале да есть такое такая гладкая часть и иногда это видно что гладкий трек приходит периодически ну либо наоборот тоже такая интересная особенность ну и вот видно что окончание трека но такой более жирное здесь получается и тоже мы решили пройтись вдоль этого трека и посмотреть как меняется период вот в данном случае это движение слева направо этого трека да вот это ближе к началу 85 микрон затем ближе к середине там 90 снова 90 и 92 то есть в данном случае мы видим что при движении как бы микроскопа слева направо возрастает этот период вдоль этого трека еще один трек совершенно интересный и замечательный двойной трек их как бы я больше таких на самом деле не встречал ну повезло что называется да вот даже в оптике очень хорошо видно что этот трек 2 настоящий из двух параллельных таких вот борозд в электронный микроскоп еще интереснее дело в том что вот это опять-таки левый край трека да вот снова я переключу да это вот где-то вот здесь а вот эти два нижних снимка c и d это правый край трека ну я даже не знаю здесь видно или нет ну где то вот наверное вот здесь вот скорее всего вы даже за 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 кадры ушло посмотрите какая интересная особенность вот слева если смотреть эти кадры мы видим два отдельных трека да при том что их период дальше я при период еще расскажу ну практически один и тот же но это два отдельных трека идущие параллельно а вот справа края этого трека мы видим по сути один трек как будто эта частица ну логично предположить что она здесь разрушалась по ходу движения а вовсе не наоборот сливалась то есть данном случае мы видим движение этой частицы она катится кубарем по поверхности и она разламывается по ходу движения вот примерно вот здесь мне кажется это вот и видно да то есть мы видим вот здесь почему я говорю что эти два кадра а и b это два параллельных независимых дело в том что если вы посмотрите внимательно ну на какие-то вот эти элементы периодов как верхнем так и в нижнем треке ну вот этот больше похоже ну не знаю там условно говоря северная америка южная америка да вот видно что от периода к периоду эти два элемента друг по отношению другу в соседних треках немножечко немножечко вот так вот дышит да то есть что называется по фазе немножко они так сказать колеблются друг относительно друга то есть вот вот это можно сравнить да и например вот здесь вот явно что немножечко отстает вот такая как бы это северная америка относительно южной америки вот это как бы вывод почему я считаю что это два независимых трека что здесь держится уже две частицы именно за это вот как бы фазового дыхания а вот здесь видно что с правого края этого трека даже видны ну видно что это один тот же отпечаток то есть еще частичка не развалилась вот эти перешейки между южной и северной америкой они здесь новый очень очень хорошо таскать прослеживается это по сути одна частица и если посмотреть на период то оказывается что вот если мы примем что это движется одна частицы потом она разваливается на 2 вот период с правого края 67 микрон да ну можно измерить вот по по этой по по этой вот величине 67 65 дальше после того как от частицы развалилась период уменьшился он стал 57 56 дальше 51 и здесь вот справа с правой части этого трека одну где-то там 52 где-то 50 он еще немножко там изгибается вот то есть получается что мы можем эти все картинки интерпретировать в том числе как разрушение вот этот двойной трек показывает по сути процесс разрушения вот этих вот частиц ну раскалывания и что ли по ходу движения и еще один интересный трек вот смотрите вот такой такое клювик что ли да он очень часто на самом деле виден и не только в периодических треках но и в гладких треках тоже все кто наблюдал эти треки они видели вот такие резкие изломы по ходу движения вот интересно что здесь тоже удалось засечь по сути разваливание той частицы которая вот видимо шла вот здесь вот а вот здесь что-то с ней произошло она во первых изменила направление своего движения а во вторых она развалилась по крайней мере здесь видно три трека вот этот этот более жирный и маленький фрагмент вот здесь вот это же было интересно сравнить а как меняется период да то есть вот здесь видно что период более-менее одинаковые то частицы еще целые которые подходят вот своей какой-то там точки поворотной вот здесь я постарался вот этими отдельными кадрами указать ну что ли разные этапы эволюции вот этой самой частицы вот здесь она как бы еще такая вся полная силы идет период 72 микрона дальше теперь мы смотрим на вот то что получается вот эти три отдельных следа ну это не в оптике конечно лучше всего видно а именно в электронном микроскопе а вот видно что этот маленький фрагмент который потом куда-то девается имеют период уже 45 микрон вот этот ну как бы наверное самый крупный осколок этой частицы вот здесь 62 микрона а затем он уменьшается до 48 микрон и еще такой вот сопутствующий как бы еще со сопутствующей частиц частичка да имеет период 44 ну при движении как бы получается период 44 микрона мы видим во первых что первоначально большая частица породила несколько более мелких и еще по ходу движения еще уменьшается период у тех частиц относительно крупных которые здесь движутся то есть мы можем сделать такой предварительный вывод что мы не просто видим движение частиц ну вот периодических периодические треки как движение частиц которые катятся по поверхности мы еще наблюдаем что эти частицы они сами умеют разрушаться чисто механически разрушаться и практически вот дальше я буду показывать гладкие треки тоже было интересно посмотреть а что же вот себя представляет гладкие треки мы на предыдущем этапе это почти не не наблюдал почти их не исследовали бы было интересно посмотреть на периодически так вот гладкие треки они показывают скорее такой скользящий характер движения этих частиц вот пример да это вот на электронном микроскопе вот здесь вот такие параллельные борозды в одном случае либо одна такая более толстая борозда но интересно что даже в некоторых случаях вот как здесь вот на правом этом снимке если вы приглядитесь здесь видна тоже некая периодическая структура то есть видимо эта частичка она еще как-то вращалась наверное по ходу движения видны вот эти вот две такие полосочки что ли да они повторяются строго через один и тот же период но в оптике в этот период просто не увидите это вот нужно как бы электронный микроскоп вот на аэсэме то что мы смотрели вот примерно условно говоря вот такой трек но скорее всего другой мы смотрели сканировали эту поверхность мы видим на самом деле что мы видим следы механического воздействия на поверхность то есть не только углубление но и выступы то есть те частицы рита частица которая здесь скользила вдоль поверхности вот здесь кстати вот никакого периода уже не видно это такая действительно ну что-то такое скользит по сути приз происходит выдавливание материала это там поликарбонат или акрил выдавливание материала при движении этой частицы с какой-то силой который придавливает эту частицу еще и поверхности чтобы так поверхности как бы разрушалась да нужно чтобы была некая сила вот пример вот такого гладкого трека тут конечно есть другие его как бы сателлиты более такие мелкие вот видно что если посмотреть на вот этот профиль под номером один этот профиль под номером два мы увидим вот эти вот профилограммы да и они ну принципе видно что это такое углубление с бортиками по по краям по сути действительно происходит такое продавливание материала пластическая деформация да может быть проплавление я не знаю тут сложно сказать тоже сам материал он очень на самом деле мягкий и у него по моему он уже становится мягким при 100 градусах и плавится при 150 градусов вот поэтому ну какая здесь температура на самом деле из какой скоростью частицы движутся это все на самом деле большой вопрос ну так вот исследуя эти профили вот на самом деле вот если вернуться сюда к этому рисуночку да здесь ведь может создаться такая иллюзия что действительно такие глубокие получаются желобки нет на самом деле масштаб от по оси y и по оси x он существенно отличается в разы тут видно что продавливается до примерно 100 нанометров а размер вот этого кадра точнее размер этого профиля это 7 микрон если теперь показать это уже в масштабе вот здесь вот я уже показываю более-менее в масштабе когда масштаб по игреку соответствует масштабу по x вот примерно так выглядит вот эти вот следы да то есть ну такая не не очень-то сильное продавливание и зато анализируя вот эти профили можно на самом деле примерно прикинуть ну какой прим ну хоть порядок величины той частицы которая оставляет гладкие треки если периодические треки мы можем понять ее величину чисто умножив там на пи нет поделив на пи период да если предположить что накатится то здесь мы можем вот только по таким следам но опять-таки предположение что она какая-то вот имеет такую форму шарика там не знаю и здесь видно что чисто гиги гиги геометрическими такими вычислениями можно определить что вот этот диаметр порядка ну там 68 микрон получается в данном случае для этих двух профилей например на ну и глубина на которую происходит продавливание вниз ну порядка ну там от десятков до сотни нанометров не очень на самом деле большая величина на которой вот этот материал у нас в один только что в начале говорил что один микрон они 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 разные вот данном случае получается ну порядка ста нанометров где-то есть скажем в периодических треках например да периодических получается что вмятины ну бывают и более глубокие вот в таких треках мы видим не слишком глубокие вот такие вот особенности рельефа вот значит можно опять таки вот это все позволяет смотреть в 3d всячески крутить очень интересно таскать такое занятие тут например видно что видно несколько семейств этих треков которые образованы один поверх другого да то есть сначала очевидно у нас что-то вот так вот пролетела ну прокатилась или проскользила да тут видно несколько на самом деле вот два параллельных один там не параллельные да ну вот в этом направлении а потом еще прилетели вот вот так вот более глубокий трек он перепахал на самом деле вот эту поверхность которая была после этих треков опять-таки мы ничего не можем сказать насчет скорости движения этих частиц насчет природы этих частиц насчет сил которые прижиманут тащит по сути эти частицы вдоль поверхности но на мой взгляд вот все эти снимки они однозначно указывают что происходит чисто механическое воздействие на поверхность твердых частиц это несколько ну ограничивает число релевантных гипотез которые объясняют странное излучение сами по себе эти картинки которые вам показывал они ну не позволяют на самом деле определить природу того что же здесь на самом деле происходит но зато это как бы накладывает такие рамки ограничительные на те теории которые вот конечно же выдвигаются ну теперь наконец немножко про грустное разумеется реактор который работала пархома вот я показывал вам сейчас всю эту статистику и вот те картинки которые вам сейчас показывает как раз вот от тех треков от этого реактора лаборатории kit конечно мы хотели повторить этот реактор ну потому что чтобы он работал репликации это вообще очень важно ну и чтобы под боком у нас там был свой реактор можно было не ездить в москву значит во время пандемии а спокойно ставить эти диски было нет сделано несколько опять-таки вот с лампами накаливания внутри в итоге мы сделали практически точную репликацию реактора вот того самого оригинального реактора пархомова нвр ни в одной конструкции которые мы делали вместе нам не удалось получить существенное количество треков вот дальше я немножко про это расскажу с одной стороны ну да отрицательный результат репликации это печально с другой стороны но вот при примеры да как выглядели наши реакторы первоначально мы как-то было лень на самом деле герметизировать герметиком контакты лампы и тучи это вот такая пробирка обычная сухая пробирка которая опускалась в колбу с водой внутри этой пробирки опускалась лампа там наш контакты просто к ней прикручивались но внутри этой вот сухой пробирки воды не было вода была снаружи и прокачивалась вода проточная водопроводная значит вот ставились диски вот так сбоку ставился диск сверху ставился диск, значит, и, ну, вот, как я уже сказал, треков не было. Потом решили, ну, хорошо, допустим, что-то не то, мы не знаем что, сделаем как можно более близко к оригинальной конструкции. Вот та же самая кварцевая трубка, которая была в реакторе Пархомова. Ну, здесь вот фольга, которая здесь все обернута, это, ну, чтобы не слепить глаза на самом деле, да, то есть, ну, или там немножко ограничить еще тепловой поток отсюда, отсюда, потому что, ну, реально, вот здесь вот на самом деле лампа, она где-то вот здесь вот стоит, да, то есть спираль, ее закрыта полностью фольгой от наблюдателя, но даже отражение от каких-то других поверхностей, ну, вот реально глазам невозможно просто смотреть, и вот на снимке это очень хорошо видно. Значит, в такой конструкции тоже с проточной водой и водопроводной мы треков не видели. В конце концов, мы, по сути, сделали вот тот же самый реактор. Все было то же самое. Вот воздушный радиатор, вот, значит, эта емкость с водой, здесь погружной насосик, также абсолютно здесь вода прокачивалась, диски ставились, то так же абсолютно, как мы ставили их в московской лаборатории. Напряжение подавали тоже более-менее то же самое, повышенное. То есть вот если эти лампы, у них номинальное напряжение, ну, разумеется, 220 вольт и номинальная мощность 300 ватт, она, значит, доводится до 450 ватт примерно, и можно вычислить по электрическим характеристикам вот этой лампы, работающей, что температура нити накаливания, ну, превышает 2700 градусов. Такой, ну, с перекалом как бы работают. Но, увы, мы не наблюдали, ну, вот примерно как вот выглядела такая типичная экспозиция у такого реактора уже внутри мета, да. Итак, треки от реакторов в мете отсутствуют. Но я не случайно вам показывал такой график, где варьировалась, ну, большая вариабельность скорости накопления треков. Там с красными вот этими столбиками, да, свежий хлам. Мы когда думали над тем, что же мы делаем не так, в чем вообще отличие, да, ну, первое, что приходит, ну, какие-то лампы не те, да, если уж использовать гипотезу Пархомова о том, что из разогретого металла, раскаленного металла что-то, некий агент, там, не знаю, нейтрин или что-то другое, выходит, да, ну, может быть, тут влияет как-то, ну, не знаю, что-то, да, происхождение этих ламп, какой-то параметр, который мы не знаем, как учитывать, да. Да, и другие совершенно гипотезы разной степени безумности тоже выдвигались, что, допустим, там та область пространства, где стоит реактор лаборатории КИД, отличается от той области пространства, которая вот у нас в Мете, в лаборатории. Ну, условно говоря, намоленная лаборатория Пархомова и ненамоленная лаборатория Метовская, да. Вода разная, ну, понятно, что и там, и там водопроводная, но, ну, из разных каких-то, не знаю, там, скважин, из разных источников, да. Ну, там и, на самом деле, дистиллированная вода тоже была в лаборатории КИД, треки все равно набирались. Зависимость от окружения, что под окружением можно понимать, все, что угодно, освещенность, не знаю, там, влажность, ну, то есть, фантазировать можно до бесконечности, да, в зависимости от напряжения. То есть, вот, я не сразу получил такое напряжение тоже повышенное, сначала я экспериментировал просто с 220, треков было, не было ни там, ни там, ну, и, в общем, до бесконечности можно это все придумывать. Но, вот смотрите, я снова показываю эту гистограмму, да, здесь просто вот эти отдельные, там, ну, порядка 40, по-моему, здесь этих дисков, да, которые стояли в лаборатории КИД, и это вариативность скорости накопления треков. То есть, вот эта высота каждого столбика, это просто сколько миллиметров в час образовывалось на каждом из этих дисков. И вот красным я выделил, что здесь были оставлены свежие лампы. И видно, что действительно, ну, не знаю, на порядок, наверное, да, возрастает количество треков именно от свежих ламп. Вот эти синие выдающиеся столбики, это, как я уже сказал, это капельные треки. У них, видимо, какая-то другая, не знаю, закономерность, ну, другие особенности длины. Дело в том, что капельные треки я считал абсолютно так же, как обычные треки. То есть, я просто суммировал их длину. Ну, там я не вычитал, как бы, вот этот вот промежуток между капельками. Ну, просто смотрю, ну, вот там, условно говоря, 5 сантиметров длина вот этого капельного трека. Ну, считаю. Вот. Поэтому возникла идея проверить, прежде всего, первую гипотезу. То есть, что-то с лампами у нас было не то по сравнению с тем, что было в лаборатории у Пархомова. Для этого те же самые лампы, купленные в том же самом магазине в Зеленограде, ставились в оригинальный реактор лаборатории КИТ. То есть, я привозил и делал три замены лампы. Было три таких эксперимента, да. То есть, лампы, условно говоря, из той же партии, может быть, ну, по крайней мере, из того же самого магазина, из той же самой закупки. Разумеется, того же самого производителя. Дело в том, что производители тех ламп галогенов, которые использовал Александр Георгиевич, и производители, которые использовал я, они отличались. Ну, какие купили, такие купили. Вот. В итоге, значит, было сделано вот такие три экспозиции, и треков на оригинальном реакторе, но с МИЭТовскими лампами опять не было получено. Вот картинка, да. Вот здесь вот уже обозначены те самые проверочные эксперименты с лампами из МИЭТа, но в лаборатории КИТ. Вот здесь, опять-таки, логарифмический масштаб, но это именно суммарная длина треков, а вот здесь внизу, это уже когда мы эту суммарную длину треков поделили на время экспозиции. То есть вот скорость образования треков, и вот видно, что практически мы видим, что от этих трех свежих ламп мы не видим вот таких вот выдающихся столбиков, как это было до сих пор. Это, ну, скажем так, предварительно... Влад, ну, на верхнем снимке вот у тебя там есть, вот в конце, на правом конце довольно сильные... Да, но обратите внимание, что это логарифмический масштаб. То есть по большому счету, да, тут есть какие-то треки, да, но вот это до 100 миллиметров, ну, примерно в 50-процентных дисках. Разумеется, да, мы это все учитывали, но если это все разделить на время экспозиции, ну, во-первых, 100 миллиметров – это не так уж и много, да, а если разделить еще на время экспозиции, то заметна просто разница. Поэтому я пока предварительно могу сделать вывод, что вот по этим попыткам репликации все-таки, скорее всего, виноваты лампы. Да, то есть, ну, всегда хочется сказать, что я-то все делаю правильно, а вот кирпичи, так сказать, неправильные подсунули, да, граната не той системы. Вот, поэтому дальше, ну, как бы дальнейшие пути, как дальше вот этот клубочек попытаться развязать и все-таки получить треки, да, в репликации, ну, наверное, нужно будет гоняться за какими-то лампами определенных производителей. Может быть, гоняться... Неизвестно, что на самом деле, ну, в чем природа, да, но если мы вот опять-таки посмотрим на вот эти вот красные столбики по скорости образования треков, о чем это говорит? О том, что из свежих ламп что-то постепенно выходит и выходит безвозвратно. То есть те самые треки, образованные какой-то материей, которая до этого сидела, ну, не знаю, в спирали лампы, может быть, в колбе лампы, да, она оттуда выходит, делает свои черные дела, образует треки, и все. То есть дальше уже, так сказать, происходит, ну, не знаю, по экспоненте, не по экспоненте, это сложно тут судить, статистика недостаточно, чтобы сделать вот вывод о динамике, да, но, по крайней мере, видна тенденция здесь, совершенно очевидно, да, что из свежих ламп треков больше, из менее свежих треков меньше. Я здесь еще не упоминаю наши эксперименты с 60-ваттными лампами, обычные такие вот бытовые лампы. Ну, скажем так, они тоже подтверждают эту идею, что от свежих ламп получается больше треков. Там количество треков было не очень большим у нас, и сегодня я не успею про эти эксперименты рассказать, но, может быть, когда-нибудь в следующий раз. 60-ваттные, некоторое количество треков давали, но, опять-таки, оно было небольшим, оно было, опять-таки, ну, не знаю, там до 100 миллиметров. Вот. Итак, мы можем предположить, что из этих ламп что-то выходит, что образует странное излучение, и получается так, что мы должны какие-то еще непонятные нам пока что условия соблюдать по тому, чтобы это что-то непонятное, непонятная материя накапливалась все-таки предварительно в этих лампах. То есть мы должны учитывать некую предысторию, да, то есть вот история изготовления, хранения, может быть, она из разной руды просто делалась у разных производителей, да. Вот, опять-таки, фантазировать дальше можно сколько угодно, не хочу этим заниматься. Ну, все-таки, давайте, вывод в целом по сегодняшнему докладу. Ну, во-первых, видно, что и реактор, тот оригинальный, по крайней мере, реактор НВС с теми лампами, которые в свое время, которыми запас Александр Георгиевич, являются источниками странного излучения. Причем это по всем параметрам то же самое странное излучение, что мы видели в других совершенно реакторах, и то, что остальные исследователи тоже видели при самых разных условиях экспериментирования. То есть вот мы видим, что странное излучение – это что-то такое, ну, фундаментальное, которое проявляется в разных условиях. Электролиз тоже является эффективным источником треков. Ну, это было, в принципе, понятно и на предыдущем этапе, потому что там был плазменный электролиз. Но в данном случае мы увидели, что не только плазменный электролиз, но и самый обычный электролиз, такой штатный, там в растворе, по крайней мере, серная кислота и никель, мы видим треки странного излучения. Но видно, что вот, видимо, от среды, в которой протекает вот этот процесс движения этих частиц, от среды зависит то, какие треки получаются. В частности, мы видели капельные треки. Это такое сочетание, что ли, понятного и непонятного. То есть, понятно, откуда берутся капли. Они берутся из того аэрозоля, который вылетает вместе с водородом из электролита. Мелкие капельки там обязательно есть. Ну, тут понятно, что вытяжка нужна. Но эти капельки дальше еще размазываются вот этими загадочными частицами при движении вдоль поверхности. И причем, если вот вспомнить те, давайте снова покажу, вот эти вот треки капельные, ведь видно, что для того, чтобы эти капельки вот так вот оставались на поверхности, нужно, чтобы не только сама поверхность была гидрофильной, но она действительно, вот этот пластик, он является частично, по крайней мере, гидрофильным, но нужно, чтобы и те частицы, которые размазывают эти капельки, они на себя набирали, ну, что ли, более крупную каплю, да, то есть они тоже имеют гидрофильные свойства, получается, да, чтобы дальше уже брать эту каплю и вместе с ней двигаться и размазывать эту каплю вдоль поверхности вот в виде таких вот треков. Ну, еще выводы, да. Я считаю, что подтверждена та гипотеза, которая первоначально, она у меня была такой осторожной, да, потом я немножко все более, так сказать, в ней убеждался, что вот треки странного излучения, по крайней мере, те, которые мы видим, ну, такие продолжительные треки, и гладкие, и периодически образованы механическим воздействием движущихся частиц, твердых частиц вдоль поверхности. При этом в ходе этого исследования мы видели, просто очевидно было, что эти сами частицы, они претерпевают постепенное разрушение в ходе образования треков. Это дает некие надежды, что мы можем в конце концов, ну, что ли, поймать их за хвост. Вот в ходе вот этого этапа, который сейчас закончился, да, нам не удалось посмотреть на ВИМСе, вторично-ионная массоспектроскопия, те самые вот треки, где мы наблюдали вот это вот изменение периода. А было бы интересно посмотреть, потому что если та частица, которая катится, ну, или даже скользит вдоль поверхности и разрушается постепенно, она должна свои следы разрушения, что-то она должна оставлять какие-то свои следы, помимо разрушения поверхности, да, то есть какие-то свои осколочки маленькие. И вот тут нужен, конечно, очень чувствительный метод, и ВИМС, возможно, здесь подойдет, потому что это действительно очень чувствительный метод, позволяет смотреть следы, самые-самые мелкие следы какого-то постороннего вещества, которого нет, ну, скажем, за пределами этих треков. Я напомню, что мы пытались еще на прошлом этапе смотреть, ну, когда вы смотрите электронным микроскопом, также можно смотреть элементный состав в разных точках, и мы не видели там ничего существенного, никаких существенных, что ли, ну, изменений, каких-то новых элементов, таких, как это видно, например, при анализе продуктов реакции, да, вот внутри треков этим методом, по крайней мере, мы не видели новых элементов. Ну, возможно, просто недостаточно было чувствительности того, значит, метода спектроскопии, возможно, ВИМС позволит это все дело увидеть, наконец. Мы просто долгое время, ну, не то, что долгое время, ну, там множество было писем в переписке с Высоцким обсуждали, вот, потому что у него было прямо видно, он мне показывал картинки там из доклада, что видны следы, ну, то есть отличия элементного состава поверхности, они спорили именно ВИМСом вдоль своих периодических треков на той структуре, МДП-структуре, которую они вот видели, значит, периодические треки. Ну, и, наконец, последний вывод, он остается таким же, как и был у меня и год назад, и два года назад в моей презентации на семинаре. Природа сил и частиц, которые прижимают вот в ходе движения этих частиц поверхности, не ясна. И мы пока не разгадали природу большой вариативности, вот, интенсивности треков. Также не разгадана загадка, почему они группами, например, образуются, почему там треки-близнецы образуются. То есть вот пока странное излучение, на мой взгляд, своему названию соответствует. Вот, значит, ну, здесь немножко литературы, да, но это вот те результаты, которых я сегодня докладываю, они пока еще нигде не опубликованы, это вот только еще предстоит опубликовать. Вот эти работы, скорее, ну, предыдущего этапа, вот, по поводу треков, а результаты Пархомова с работой с этими реакторами, ну, и тепловой эффект, и вот это вот изменение элементного состава, это вот тоже опубликовано в прошлом году. Влад, а ты, пожалуйста, вот Высоцкого, ты упомянул, приведи здесь его работу по элементному составу треков. Можешь ты это сделать? О, я сейчас… Нет, дело в том, что, по-моему, те картинки, которые он мне показывал, это из какого-то его доклада, а вот из какого уже не помню, возможно, на этом же семинаре, ну, может быть, пару лет назад, я точно не помню. То есть в публикациях там, по-моему, картинок, я вот не помню, по-моему, там не было этих картинок с ВИМСа, если мне память не изменяет. Там было просто со словами сказано, что мы наблюдали вот в такой-то точке, там, по-моему, феррум-57 или что-то такое. Вот. Но картинка, она была именно вот, она показывала распределение вот этого феррум-57 вдоль поверхности, и видно, что отличаются. Действительно, ну, как бы концентрация этого изотопа внутри треков и снаружи треков. Я, к сожалению, не могу более точно привести ссылку, а работа, собственно, Высоцкого-Адаменко про эти треки у меня сейчас под рукой, к сожалению, нет, но вы можете посмотреть вот в моей обзорной работе, точнее, в моей работе с обзорной частью в журнале «Ренсит», третий номер 2021 года, по-моему, да, там статья называет, ну, вот эта работа, да, последняя, да, «Странное излучение» и «Лендер, какая связь». Вот там я ссылаюсь как раз на те публикации Высоцкого, где описаны их треки, где описаны, по крайней мере, там, ну, словами, что они наблюдают там новые элементы, ну, точнее, изотопы. Вот, ну, в целом мой доклад завершен, большое спасибо. И я должен все-таки немножко сказать пару слов по поводу вот того парадокса, да, что у одних вроде как треки проходят там насквозь что-то, у других они задерживаются, ну, экранируются. Вы знаете, на самом деле меня очень впечатлил доклад Приахина в конце прошлого года, с результатами, полученными, значит, в лаборатории Уруцкоева недавно. Вот тот момент, который, по-моему, у него даже в публикации не описан, что они в запаянных ампулах просто ставили и вот эти биологические объекты, которые они исследовали, и туда же помещали, не помню, то ли пленки, то ли стеклышки, на которых потом они видели треки, это все было в запаянных ампулах. Более того, часть реакторов, ну, опять же, тот же реактор Уруцкоева, да, там, ну, то, что он с чем экспериментирует, это вакуумная камера, где взрывается вольфрамовая проволочка. Понятно, что вакуумная камера – это значит герметичность. Значит, те частицы или та материя в каком-то виде, которая вылетает из этого реактора, она как-то должна преодолеть вот эти вот всякие стенки. Понятно, да, что тут никуда не денешься, да, происходит некое чудо, потому что, ну, парадокс, по крайней мере, да, мы видим эти треки, что они вот образованы уже, да, снаружи реактора, но, тем не менее, реактор остается целым, потому что вакуумная камера, если там ее прошивает вот эта частица, ну, вот, если брать, например, тот периодический трек, который я вам показывал, да, ну, такой вот с большим периодом, период 200 микрон примерно, да, это означает, что если мы разделим на π, ну, примерно 70 микрон размер этой частицы, то есть диаметр частицы 70 микрон. Это вообще-то можно увидеть даже невооруженным глазом при хорошем зрении, даже микроскоп не нужен. Но интересно, что эти частицы никто никогда не видел на поверхности. Они вроде как оставляют свои следы. Я вижу, вот, например, сколько я уже этих картинок пересмотрел, что, да, больше всего это похоже на механическое воздействие твердой частиц на поверхность, но самих этих твердых частиц мы не видим. И они еще как-то должны преодолевать стенки реактора. То есть вот тут парадокс, он как бы, тут не нужно, как бы, ну, спорить, да, ну, с пеной у рта, да, вот, как в дискуссии было неделю назад, что вот вы не правы, а вот правы вот эти. Нет, это просто, ну, это парадокс. Тут надо над ним думать, да, важны те и другие результаты. Интересно, действительно, что если вот заэкранировать эти диски полностью, например, в фольгу, мы ни разу не видели треков полностью закрытой, ну, на диске полностью закрытой фольгой. Более того, если мы возьмем эти диски, сложим их стопочкой, вот так вот затылок к затылку, то на первом диске треки будут, на последующих практически нет. И, ну, то есть видно, что, скажем так, в той фазе, когда эти частицы, ну, или эта частица, эта материя становится твердыми частицами и корябает эту поверхность, в этой фазе эти твердые частицы ведут себя прилично. Они не умеют преодолевать, ну, обычные твердые преграды. Они могут скользить вдоль поверхности, да, это тоже странно, но, по крайней мере, вот это очевидно следует из этих треков. Но как-то же эта материя полетает из реакторов, в том числе тот никель-водородный реактор, там же была многослойная такая изоляция, герметичность, там было множество трубок соосно расположенных, и поскольку там, ну, вот, опять-таки не нарушался вакуум, да, там водород внутри был, это означает, что, ну, никто не видел этих вот сквозных отверстий, вот что важно, да, никто не видел сквозных отверстий ни в чувствительных материалах, то есть, скажем, на дисках, там, на стеклах, на пленках, кратеры видели, а вот сквозных отверстий не видели. Единственное, что уже не один раз я встречал такие свидетельства о том, что если тонкая фольга, ну, обычная пищевая алюминиевая фольга, 10 микрон, вот тут как раз похоже, что получается вот эта частица, она может пробить такой тонкий слой, по крайней мере, такие вот тоненькие, ну, точнее, маленького диаметра такие дырочки, они заметны в некоторых экспериментах, пока, ну, вот я не могу сказать, что-то более определенное, но более толстые материалы эти частички не пробивают. И поэтому этот парадокс, над ним нужно продолжать думать, нужно думать, какие вообще-то эксперименты еще нужно поставить, да, чтобы его разрешить. Но очень похоже на то, что вот это странное излучение имеет несколько фаз, не просто одновременно соседствующих компонент друг с другом, ну, условно говоря, как вот у нас электромагнитное излучение разных один волн, там разные поляризации разного направления. Вот представим себе, что из реакторов вылетает такая материя, которая свободно проходит стенки, не разрушая их и даже не оставляя там следов. А потом она как будто бы кристаллизуется. Она приобретает свойства, мы опять-таки не знаем, что это за элементы, вообще это химический элемент какой-то или какая-то другая совершенно форма, представление материи, да, но вот дальше она становится твердой, она начинает свое очень странное движение, но, по крайней мере, мы видим, что это твердое состояние материи. А потом она снова куда-то исчезает, непонятно куда, непонятно почему. Это пока что спекуляция, это пока что фантазия, да, я не готов привести какую-то такую фундаментальную теорию, там, с магнитными монополиями, с какими-то другими частицами. Пока это вот попытка разрешить вот это вот противоречие, которое мы, ну, оно очевидно, да, оно просто видно невооруженным глазом. И вот интересно, какие эксперименты стоит поставить, чтобы этот парадокс как-то разрешить. Ну, все, я как бы свой доклад закончил. Большое спасибо. Спасибо Владу Жигалову. Особенно спасибо, что он такую вот очень честную научную позицию занял и рассказал нам о проблемах, не только о достижениях и результатах, но и проблемах воспроизводимости. Это вот, это дорогого стоит, это очень важно. У нас уже вопросы есть. Первый Евгений Егоров, пожалуйста. Спасибо большое, Влад, за доклад. Вот подскажи, пожалуйста, там внизу, да, дата обозначена, вот мне показалось, что там число, когда проводился эксперимент. Это так? Внизу это где? Ну, вот на графиках, где у тебя длина треков и картинки. Вот это вот, да, вот-вот-вот-вот. Да-да-да, это начало. 31-го, 08-го. А что вы это самое, время не пишете? Зачем? Ну, я здесь векторный потенциал и вариации мерю. Не, понимаете, это дата начала экспозиции, потому что, ну, а считайте, что вот, условно говоря, неделю, вот этот бискот, который так называется, неделю он стоял, ну, как-то время будет. Ну, начинается с даты, обозначенной внизу, да? Вот это вот А, Б, Ц, это, так сказать, местоположение диска. Ну, А, Б, Ц, это помечался просто, чтобы потом диски не путать. Ну, местоположение фактически определялось. И, значит, здесь неделю, а с какого времени? То есть это с нуля и часов? Нет, ну, не с нуля, как бы, я не ночевал в лаборатории. Ну, понятно, что… Ну, понятно, ну, короче говоря, желательно время, так сказать, начало эксперимента указывать. Ну, оно где-то есть, но я думаю, что вот на этом графике точно время указывать не нужно. Это просто как бы ряд на данном графике, да, это просто ряд, который иллюстрирует вот эту большую вариативность. Цель здесь исключительно вот такая. Есть пожелание все-таки указывать начало эксперимента, время начало эксперимента. Спасибо, Евгений, спасибо за вопрос. Есть еще вопросы? У меня нет пока, спасибо. Спасибо, спасибо. Анатолий Иванович Климов, пожалуйста. Микрофон, микрофон, мне не слышно. Включи микрофон, Толя, включи микрофон. Значит, Влад, ну, вот я должен сказать, что у тебя прогресс наблюдается в диагностике и сразу появляются новые результаты, над которыми действительно надо подумать не спеша. Ну, вот в связи с тем, что появился вот этот вот прибор, я не очень запомнил, как он называется. Это вот, я понимаю, что это иголка прописывала профиль вот этой бороздки, то есть глубину. Ну, это атомно-силовой микроскоп. Атомно-силовой микроскоп. Сканирующий метод. Если ты покажешь, вот покажи, ну, вот это, да, да. Вот сам профиль, еще раз, можно профиль от этой бороздки? Нет, ну, вот где-то там сжал его. Поперечный профиль. Ну, вот смотрите, вот это здесь масштаб отличается, да? Смотри, у меня вопрос. Значит, вот, ну, казалось бы, людей очень волнует, значит, вот эта вот масса выдавленная и в буграх, она одна и та же. Ты пробовал сделать вот оценки, сколько в буграх, сколько в яме. Пока нет, но вот так вот навскидку, да, тут визуально чисто с точностью, не знаю, может быть, до 10% можно прикинуть, что она совпадает. То есть это именно выдавливание, это не испарение, я думаю. Ну, вот доля, вот это вот важный вопрос, доля испарения и доля выдавливания, понимаешь? Это же очень важный параметр. Это можно измерить, да. Пожалуйста, в будущем ответь на этот вопрос. Теперь вот второй у меня, значит, вопрос небольшой уже, ну, он, может быть, самый главный и самый трудный для тебя будет. Значит, вот смотри, в контроле вы видели, значит, что-то похожее на эти треки, так сказать, когда реактора никакого не было. Тогда, если ты связываешь эти треки с реактором, то какова же природа вот этих треков, пускай их мало, пускай они там, то есть убогие, как ты говоришь, но они есть. А в чем природа тогда вот, каков же природа источника трека фоновых этих самых? Не могу ничего сказать, это по-прежнему загадка. Подумай, потому что тут никакой уже совсем другая парадигма, совсем другой ответ будет, так сказать, на твои эти самые. Это вот второй вопрос. Ну и третий. Вот невоспроизводимость. Но все-таки, ну, ребята, вы, конечно, взяли эти диски, это, может быть, хорошая находка, а может быть, плохая. На самом деле, вот если бы было носителей таких не один, а два независимых, было бы лучше. Тогда бы, по крайней мере, можно было там диэлектрически посмотреть, что же влияет там, вот природа этих дисков, как она влияет. Так вот, все-таки, вопрос у меня простой. Вот, ну, известно, берешь конденсатор, он по-разному может работать и пробиваться, если поверхность предварительно не обработать. Вопрос, насколько чисты были диски, значит, в одной серии, во второй серии, в одном месте, в другом месте. Вы их чем-то обрабатывали вот перед каждым экспериментом? Нет, нет, ни в коем случае. А тогда брал ты пальцами, брал ты чем угодно. Нет, нет, смотрите. Это же конденсатор, понимаешь, это диэлектрический эпсилон, который всегда будет реагировать на заряженные частицы. Но ты понимаешь, какая вот ахинея тут получается? Грязь, она все смажет. Надо обязательно... Не понимаю, почему здесь грязь? Надо обязательно, ну, если ты химией занялся, обязательно сделать чистую поверхность этих дисков. Контролируемая чистоту поверхности. Ну, это отче наш. Понимаете, эти диски, когда они продаются в стопке, они как раз абсолютно чистые. То есть вот они с завода поступают чистыми. Вот смотрите, вот здесь вот, например, даже видно, да, вот эти вот такие пылинки, да, они имеют размер, ну, какой, наверное, порядка одного микрона. Вот когда этот диск стоит в лаборатории, и на него падает вся эта пыль, которая в лаборатории находится, да, вот пылинки уже имеют размер, там, ну, вот такой, не знаю, до 10, наверное, микрон, ну, там, несколько микрон. Она вся покрыта пылью, по большому счету, да, то есть те картинки, которые, ну, давайте я снова перелистну, вот, ближе к началу. Вот, вот, вот видно, что этот диск стоял, ну, условно говоря, неделю, да, вытяжки, там, вся эта, весь этот воздух там прокачивался, там, из лаборатории. Вот видно, что он весь запылен. Этот тоже запылен. Они, считайте, стояли во внешних условиях абсолютно одинаковых, просто в разных местах. Но этот диск набрал, смотрите, сколько треков, а этот вообще ни одного. Разница только в том, что этот стоял возле реактора. Слушай меня внимательно. Я занимался пленками, значит, скоростных камерах, так сказать, много-много лет. Я снимал светящийся объект. И что ты думаешь, я вижу? Ну, казалось бы, бобина запакована, так сказать, стоит натянуть, стоит развернуть, так сказать, эту пленку, она заряжается. И могут быть, вот изображения световые падают на это, по пленку, из них идут скользящие разряды. Ты понимаешь, какие могут быть? Ты вот эти самые взял, разделил два диска, неаккуратно, нестандартно, у тебя процедура все время, каждый раз новая. И этот диск зарядился, к примеру. Ну и что? От того, что он зарядился, это не значит, что у него будут вот такие треки? У тебя пыль заряженная, будет он на него садиться. Ну и что? Ну и ничего. Анатолий Иванович, ты уже дискуссию затеял. Ты задал три вопроса, и все они очень важные. Да, все, спасибо. Дай другим задать. Да, спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Боб Гринье, your question, please. Анатолий Иванович. And I decided to put some aluminium foil on there, which is this sticky aluminium foil, to see if there was any matter collapse in an ultrasonic tank and it would produce an X-ray signal on the X-ray film. Well, I did see some marks on the film and I did see what looked like strange radiation tracks on the foil. But when I went to look at the unused foil, I also saw what looked exactly like strange radiation tracks. And if you can imagine, it's in a roll like this and it's rubbing around, anything in between might cause these kind of tracks. So my first request is that have you taken some of these CDs and left them in an environment for a period of time and then just had a look at them to see if they have tracks? Thank you, Bob. I didn't try to make such a way, as you say, but all the disks that we have, we used, we We used in the same manner. Влад, 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 скажи по-русски, у него переводчик есть, он поймет. Давай по-русски. Он понимает. И в дисках, которые были контролем и в дисках, которые стояли возле реактора, мы использовали одну абсолютно ту же технологию по обработке этих дисков. Да, я понимаю, что если вы будете тереть две поверхности друг относительно друга, там будут царапины. Но при этом эти царапины будут иметь совершенно другой вид. Я уже знаю, как выглядит множество царапин, непреднамеренно оставленных там пальцами, например, да, какими-то другими телами, которые можно покорябать этот диск. Но я вам скажу, что в основном вот эти треки, треки странного излучения, в принципе, можно отличить, если иметь опыт по их рассматриванию, по их обработке. Да, есть некие артефакты. Мы их стараемся исключить из рассмотрения. Влад, Влад, ты ответил. Боб, your next question, please. OK, so I can suggest one thing, which is to use a webcam like this, cover it with PTFE tapes and no light goes in. And I have recorded from ultrasonically treated powders that have been sonicated for 140 hours, emissions that are recorded with the strained radiation track form on the sensor of this, which discounts these three-body interactions. So if you can't do that, you need to use a witness material such as, for instance, aluminium, because it seems to be that if it's a genuine strange radiation track, it will polarize the material. And you can then use a microscope like this one with a polarizer, and you can see the track separate from the rest of the material. It does something bizarre to the material. So that aside, my question then is, have you seen my presentations at Azizi from last year? Because we have produced every type of strange radiation track in a plasma and recorded it on video at high frame rate. Every one we've ever seen, we've got it as plasma on frames, and we can play the sequence. And I can show, if people are interested, some of those images now compared to existing and known strange radiation type tracks. Bob, no time today for presentation. But Bob said, посмотрите, пожалуйста, его выступление в Azizi. Там он с этим выступлением в Azizi, это было в Италии в октябре прошлого года, он выступал у нас. Я просил его выступить, он у нас выступал. Надо просто посмотреть вот списки тех записанных докладов, которые у нас, вебинаров, которые у нас были. Посмотреть его совет, посмотреть на его доклад, где он использует вот камеру и другой метод, немножко другой метод регистрации этого неизвестного странного излучения. Bob, thank you very much for your proposal and for your questions. No questions more. I would like, could I show one slide? No, no, show please, one slide, very shortly, because no time. Okay, let me just find out how I can do that, do that. Пока он ищет, значит, вот у него был этот самый треки, а они наблюдали с помощью этой камеры с другим методом, так сказать, из плазменного реактора. Они оставляли в пространстве треки. I'm trying to just share the screen. Maybe a little later, I'll give you a floor for a presentation. Please find your slide and another person put your... Can you see it now? Yes, now, please. Okay, so in the top right is stainless steel. No, we don't see, we don't see your screen. Okay. We don't see, now we see. Okay, so in the top right you see under polarizer, polarizing filter on stainless steel, a track on the vibration plate of Roisin Amasa. So this is in a cavitation device, but recorded on the steel, but only visible with polarizing filter. In the bottom we see... In the bottom we have in a plasma reactor in Canada, this is four frames which I've joined together, and it's almost a one-for-one match from the Baranoff bismuth experiments with gold-plated silicon dioxide. And you can see the similar sort of structure with the same sort of periodicity. This is in plasma. And on the left, this is done in Holland in another plasma experiment. And this, I believe, is the coherent matter wave frozen out. And this is basically diamond, but in the same kind of structure. So I believe that it is coherent matter or coherent matter waves. And here you're seeing the aftermath as it has made a track. This is the plasma in action, which we caught on video. We've caught, like I say, every single type of track in video. And this is the actual thing as the wave function collapses, and it leaves the matter. And as we know from this technology, it tends to produce a lot of carbon. And I've given the reasons, I believe why. And here is the product afterwards. But we've also seen the wave function collapse into other elements as well. So that's my slide. Okay, Bob, thank you very much for your comments. And thank you for your presentation about AMASA experiments. Thank you, Bob. Sorry, that's not AMASA experiments. That's our Vega experiments. It's a whole different series that we did. Yes, but I mean that your presentation about AMASA experiments, but you talked about that during those webinars about AMASA, I guess. Okay. Bob Green, thank you very much. Юрий Евгодокимов, ваш вопрос, пожалуйста. Юрий, включите микрофон, пожалуйста. Да. У меня два вопроса просто. Один вопрос такой. Вот угловое положение диска вы пытались регулировать при разных угловых положениях. Получается, если частица у нас твердая, то отражение вот этого вот рикошет был бы совсем другим. Или даже, может, и не было бы рикошета. Вот исследовали зависимо от углового положения пластинка под нашим? Первый вопрос. Да, мы это исследовали еще на предыдущем этапе. Мы не нашли никаких закономерностей. То есть как бы мы эти диски не располагали, в том числе, когда они просто отвернуты от реактора другой стороной, все равно там образуются треки. То есть никакой закономерности мы не нашли от угла. Спасибо. И второй вопрос. Меня заинтересовал, эксперимент в Киете получился у вас, а вот в Мьете не получился. Вот просто вопрос у меня. Сколько этажный дом у вас, это вот здание в этом Мьете? На каком этаже проводился эксперимент? Там это на первом этаже, а этажей всего три. Это где? Это в Мьете. А в Ките там верхний этаж, наоборот. Вот-вот. Мне кажется, здесь вот такая вещь. Мы в свое время, когда исследовали с Ивойловым, мы заметили, что, во-первых, мы эксперимент, треки у нас получают только в полдень, пасмурную погоду, интенсивность росла. Пасмурную погоду, кстати, уровень радиации примерно около 12 микроэнген в час у нас тут достигает, в Казани. А когда ясная погода, то вот этого уже меньше. И треков мы почти не видели. И вас, может быть, на первом этаже вы как-то хронировались от космоса, будем так говорить в кавычках, и эти треки интенсивность была меньше, чем в Ките. Мы заметили эту вот связь, будем говорить, с космосом, временем суток и состоянием пасмурной или ясной погоды. Пасмурной погоды усиливался эффект, а в ясную погоду мы могли не поймать ничего. А вот эта закономерность у вас, она где-то описана, где-то вот статистику вы набирали? Ну, мы просто реально вот всегда ловили, старались поймать время, значит, полдень и пасмурную погоду. Ну, просто из чистого такого личного такого опыта, это вот и Войлов, это Николай Григорьевич заметил. Мы потом это вот старались такими, я-то сам потом заметил многократно. Это специально, кстати, теперь не считал, конечно. Да, какая-то космическая компонента, конечно, здесь можно. Просто может разница эксперимент, вот даже в этом состоит. У вас первый этаж экранирован, значит, от, будем говорить, а у нас вот эксперимент проводил на четвертом этаже, ну, по сути, ну, будем крайний этаж, последний этаж. И у окна, у окна, когда все-таки у нас там есть, будем говорить, будем, частицы высокой энергии могут залетать, грубо говоря, инициировать вот эти вот странные излучения. Вы знаете, вот скорее у меня контраргумент есть, потому что мы же все-таки видели треки от электролиза в МИЭТе. Они были, ну, там нормальное количество было, и треки были те же самые, плюс еще капельные. То есть получается, что все равно на первом этаже мы их получали. Вот здесь, знаете, не все треки, они являются теми треками, которые мы думаем. Вот мне к этой треке, Анатолий Иванович, я совершенно согласен, это может быть поверхностный разряд на межфазной границе диэлектрии, воздух. Потому что вот даже в обычном вот состоянии, в сухой воздух, в комнате, разных потенциалов вот на уровне ноги и на уровне, будем говорить, роста человека достигает нескольких тысяч вольт. И когда установка работы, идет электризация системы, и начинается вот этот поверхностный разряд, стример такой возникает между остриями вот неоднородности вот этого диска. Такой вариант. Это вот треки не те треки, которые вот мы говорим. Это треки просто, может быть, пробойные, то есть поверхностного электрического разряда, о котором говорил как раз. Я понимаю, это аргумент, но я бы его не рассматривал как основное для объяснения треков, потому что мы смотрели же на АСМ, мы смотрели профиль вот гладкого диска, да, без всяких треков, без каких-то дефектов. Ну, условно говоря, плюс-минус нанометр, вот эта гладкая абсолютно поверхность, да, и представить себе, что там какие-то острия, но их там просто нету. И источников электрического поля тоже, по большому счету, у нас не было. Я понимаю, что все электризуется, но если бы мне хоть кто-то показал пример того, ну, как бы трека, который остается от разряда электрического, да, то там можно было бы сравнивать, пока я таких даже не видел примеров. Согласен, да, ну, это предположение, конечно. Спасибо, Евдокимову, за вопрос. Спасибо. И Цветков задает вопрос. Влад, приветствую. Слышно меня? Да. У меня такой вопрос. Или я что-то пропустил, или что-то не заметил. Вы проводили калибровку своих дисков как датчиков какого-то излучения на, скажем, с помощью потока электронов, с помощью гамма-излучения, с помощью нейтронов. Они какие-то там должны оставлять следы или нет? Сразу скажу, не проводились, но дело в том, что вот ведь эти же треки, они примерно одинаковые. То, что мы видим на слюде, на поликарбонате, на стекле, на фольге, на пленках разных, вот, фотопленках. Да, то есть, ну, очевидно, что по отношению к гамма, нейтронам они будут вести себя, ну, как-то, наверное, по-разному. Я вот, к сожалению, не специалист в такого рода излучениях. Но мне кажется, все-таки за 20 лет физики-ядерщики бы сумели уже отличить треки, ну, такие привычные, то, что уже там, не знаю, сто лет смотрят даже больше. Ну, а какое он заключение по поводу этих треков вам сделал? Еще 20 лет назад у Рускоев, например. Ну, Рускоев, не физик-ядерщик. Он вообще трудно меряет те же самые излучения, и кроме монополия у него, говорили, ничего нет. Я бы не согласился, но... Ладно, следующий вопрос. Вот я заметил одну особенность во всех экспериментах по вашим этим всемам. Вы измеряете и считаете, якобы у вас вот эти реакторы, вот эти лампы и все-таки прочее, они являются источниками, как вы называете, странного излучения. Но вы не экранируетесь вообще никак от внешнего излучения. Вы понимаете, что нетронный фон у нас везде есть, и он очень повышенный. И влияние его на вот это, я вам скажу, оно может быть огромное. Это раз. И, значит, кроме всего прочего, значит, непонятно. Вы, говорите, переворачиваете диски и меряете все равно излучение. То есть непонятно, это следы все-таки от внешнего воздействия или от воздействия реактора. Вот тут вот такая претензия. Хорошо, но представьте себе, что статистика, которую мы набираем, да, и вот в предыдущем этапе, и в этом этапе, показывает, что треки в большом количестве возникают именно в радиусе примерно 20 сантиметров от реактора. Отсюда мы делаем, на мой взгляд, логичный вывод, что здесь что-то из реакторов вылетает, да, вот в этом аргумент. А то, что мы, если мы даже диск как угодно вообще ставим так, сяк и так далее, и не видим никакой закономерности, это просто еще раз говорит о том, что это излучение не имеет свойства, такие как вот у нейтронов, у там бета, альфа и так далее. Это что-то совершенно другое, оно ведется совершенно иначе. Нет, по-моему… И сами треки, как они выглядят, они совершенно иначе выглядят. Причинно-следственная связь у вас тут немножко нарушена. Вот, и, значит, последний вопросик, он заключается в том, то у нас вот этот вот, какие-то вот эти вот, как вы называете, результаты по 20 сантиметрам, по-моему, все-таки это указывает на то, что это излучение из реактора, но оно имеет вот такой вот пробег, и вы тормозите с помощью своих этих дисков. Сергей, не вопрос, это уже какое-то рассуждение. Вопрос задайте, пожалуйста. Ну, вот я говорю, вот этот результат, 20 сантиметров, он говорит о том, скорее всего, что это не излучение, не идет из реактора, но оно имеет вот конечный пробег во всей среде. Понимаете? Вы не пробовали увеличивать это расстояние, ставить какие-то экраны между вот этим реактором и этим? У вас такие результаты есть? То есть я к чему веду? Я говорю, что любое излучение, оно должно от источника, у него закон снижения интенсивности единицы на r квадрат. Это закон любого излучения, правильно? Сергей, это все-таки рассуждение некоторое. Я немножко отвечу. Дело в том, что, Сергей, на мой взгляд, вы, как физик-ядерщик, привыкли рассуждать, что какая-то частица летит из какого-то места, из какой-то точки, она летит строго по прямой, прошивает материю, где-то тормозится, где-то там остается, и все. Мы не наблюдаем просто такой картины, которую вы представляете в голове. Странное излучение ведет себя совсем не так. Оно движется вдоль поверхности, понимаете? Вдоль поверхности, прижимаясь какими-то неведомыми нам силами. Это уже сразу говорит о том, что это не нейтроны, не альфа и гамма. Ответ получен. Сергей, извините. У нас последний вопрос. Можно? Ну, коротко, Сергей, пожалуйста. Очень коротко, четко. Коротко и четко. В предыдущем я спрашивал, знает ли Влад о такой науке, как дозиметрия, защита и излучение. Сейчас я вижу, что он этого не знает. Изучал он это или нет? Нет. Ну, все. Ответ был вопрос, был ответ. Сергей, спасибо. Поймите, пожалуйста, у нас много народу хотят задать вопросы. Мы давайте это учитывать, кроме своих вопросов. Спасибо, Сергей, очень важный. Голованов, пожалуйста, из Челябинска. Дима Голованов, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня не вопрос, у меня просто ассоциация. Значит, когда-то давно я смотрел видео. Товарищ Голотов, он занимался динатронным излучением. Вот у него там тоже, значит, связано с новыми лампами. Значит, новая лампа у него какое-то время вырабатывала какие-то ядерные реакции. Я вот сейчас в чат скину просто это видео. Если любопытно будет, поглядите. Спасибо, Дим. Это очень интересно. Это очень интересно. Спасибо, Диме, за дополнение. Савченко, Алексей, пожалуйста. Вот по странам излучения, даже за короткий период, собрано огромное количество статистики, но все регистрация почему-то остается на доисторическом уровне с дисками или с другими поверхностями. Помимо сложности отсчета, еще она не ловит динамики. Не поймав динамику, мы не поймем, что там происходит. Предпринимали ли вы какие-то попытки других регистраций? Потому что, в общем-то, на форуме и вот у Евгения Михайловича Овшарова были предложения по бифилярным катушкам поймать вот эту вещь, потому что это все-таки энергетическая составляющая, и бифилярные катушки могут ловить. В этом направлении вы исследования проводили? Мы об этом мечтали, скажем так, потому что, понимаете, тут вот сама динамика самих исследований, которые вот уже там 22 года, да, даже больше идет. Она такая очень медленная, что мечтать можно о многом, но в условиях, когда нет каких-то программ финансирования, там государственных, там хотя бы частных, таких долговременных, да. Мы, конечно, планировали такие вещи, но вот видите, в очередной раз, например, у нас в паузу встали эти исследования, потому что переключились просто на другие темы. Влад, Влад, ответ понятен. Алексей, еще вопросы есть? Да, есть, конечно. Вот смотрите, вот опять-таки динамичное развитие исследований, и странное излучение обнаруживается практически от любого энергетического источника, где-то больше, где-то меньше, вплоть там, наверное, от пионерского костра тоже будет. Вот, и на некоторых, значит, экспериментах и фоновое излучение, если не усредненное брать, а отдельные эксперименты, тоже показывает достаточно большие значения. То есть фактически, значит, кто-то чихнул, кашлянул, или еще что-то, тоже оно возникает, причем оно может как-то наверняка интерферировать, усиливаться и так далее. Вот это вот фоновую, как бы, составляющую, и что это такое, то есть привязать его к любому, значит, флуктуациям, вы пробовали? Я бы не сказал, что все процессы порождают странное излучение, потому что, ну, я, вот сегодняшний доклад, он сконцентрирован на определенных, как бы, результатах, да. Помимо этого, конечно, мы экспериментировали еще от других источников, просто я не перечисляю сейчас, что мы еще пробовали с отрицательным результатом. То есть ничего интересного от каких-то определенных источников мы не нашли, но и не сильно-то набирали статистику, к большому счету. Могу сказать, что, например, вот интересный такой результат, я не помню, уже я говорил об этом год назад или нет. Если вы возьмете диски обычные, там, CD или DVD, которые у вас лежат где-то годами, а может быть, десятилетиями, вот у нас, например, десятилетиями лежали какие-то вот фильмы, записанные на этих DVD-болванках, да, в виде такой папочки просто с мягкими листочками, чтобы они там друг от друга не терлись. Вытаскиваешь этот диск и начинаешь смотреть, и видишь те же самые треки в большом количестве. Но этот диск лежал, ну, он просто стоял на полочке, да, его никто оттуда не вынимал, мы, дай бог, один раз, может быть, смотрели какие-то вот эти фильмы или мультики, которые были на них записаны. Но это 10 лет. То есть диск, да, накапливает непонятно откуда, непонятно от каких процессов, накапливает это странное излучение. Еще могу привести пример. Ну, сейчас картинки искать, наверное, долго. Опять-таки, десятилетиями лежала слюда, на которой мы первоначально вот эти треки искали. Ее было не очень много, но она была произведена где-то в конце 80-х годов еще в Советском Союзе. И перед тем, как ставить на экспозицию эту слюду возле реакторов на предыдущем этапе, мы обязательно, я обязательно фотографировал всю эту поверхность слюды. И там тоже были видны эти треки. Когда они возникли, с какой интенсивностью, непонятно. Еще пример стекла. Нашлась какая-то коробка, которая тоже лежала явно не один десяток лет. Это фильтры, такие толстые стекла с напыленным металлом, каким-то нанометром какие-то были напылены. Ну, такие вот оптические фильтры. И тоже, ради интереса, просто я взял под микроскоп, посмотрел очень-очень узнаваемые треки. То есть именно на слое, где напылено. Немножечко есть этих треков на тех же самых стеклах, где нет напыления металла. Там, очевидно, просто стекло, оно более твердый материал, нежели напыленный металл. То есть тут еще есть много аспектов, что от твердости материала еще зависит. Но я убежден, что практически любой материал, если вы оставите вот так вот лежать где-то там десятилетия, а потом откроете, и если вам ничто не будет мешать, вы увидите эти треки странного излучения практически на любой поверхности. Да, Владислав, спасибо большое. Вы касались этого в предыдущих докладах, я помню. То есть, короче говоря, это природное явление, и наш организм в какой-то мере к этому адаптировался. Вот просто есть отдельные флуктуации. Возможно. Следующий вопрос. Я просто не так давно присоединился. Последний, пожалуйста, Алексей. Последний вопрос, пожалуйста. Хорошо, пусть будет последний. Подробнее сделаю. Я не так давно присоединился, ну, года полтора к этой тусовке, и когда вот услышал о странном излучении, набрал в интернете, и примерно во времена Руцкоева, когда это появилось, обсуждалось в другой группе, и была высказана, значит, гипотеза, что, в принципе, это какие-то микро, значит, кластеры шаровых молний, значит, которые обладают теми же свойствами. То есть, она может проходить сквозь какую-то поверхность, потом теряет энергию и реализуется в виде треков. Причем она может быть даже невидима в свете. Алексей, Алексей, вопрос. Вопрос, пожалуйста. Вопрос рассматриваю. И, кстати, Боб показывал вот эти плазмоиды летящие от излучателя. Рассматривали вы гипотезу, что это вот какого-то типа микрошаровые молнии? Знаете, если шаровые молнии могут быть твердыми, тогда это можно рассматривать. Но, по-моему, никто никогда еще пока не рассматривал какую-то шаровую молнию как кристалл. Мне такой модели просто было неизвестно. Она оставляет такие же следы на поверхности. Мало того, она идет по определенной... Алексей, Алексей, ответ получен. Дискуссию не нужно устраивать. Алексей, спасибо, пожалуйста, за вопрос. Еще есть люди, пожалуйста. Спасибо большое. Игорь Бойлер, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Влад, у меня два вопроса. Первый вопрос. Проводилось ли, может, вам известно, кто-то делал. При таких исследованиях, может, где-то около самих реакторов, или, может, даже на поверхности дисков, исследования, нет ли там случайно альфа-излучи. Ну, вот смотрите, мы, когда работали с электролизом, с серной кислотой, мы искали превышение гамма-фона. То есть и нашли... Она очень маленькая, на самом деле, да, там порядка 5%. Тут нужно было набрать достаточное количество, как бы, статистики. То есть, по крайней мере, от этого источника, который мы показали, что это источник странного излучения, есть некое, ну, превышение гамма-фона. Пока вот сложно сказать, что там прямо вот ядерные реакции, прямо вот гамма, ну, гамма-фон немножко повышается. Связано ли это с общей причиной, мы не знаем. По крайней мере, идея была приложить вот эти диски, поставить их рядом с электролизной ячейкой, где мы мерили гамма-фон, была обусловлена такой идеей, что, возможно, те процессы, которые мы, условно говоря, можем назвать катастрофическими, которые приводят к появлению треков странного излучения, ну, почему катастрофические? Потому что они довольно редкие и нерегулярные. Вот эта вот вариативность говорит о том, что иногда что-то происходит, а иногда что-то не происходит. Вот эта катастрофичность, она может иметь последствия, в том числе и в каких-то других видах излучения. То есть что-то там, может быть, гамма, что-то образуется, может быть, альфа образуется. Альфа, сразу скажу, мы не искали. Ответ получен. Игорь, пожалуйста, следующий вопрос. Альфа не мерили. Второй вопрос такой вот, может, вам известно, а вот в обычных таких, ну, относительно обычных явлениях никто не мерил вот это вот странное излучение, например, при электросварке, или, например, при работе, ну, вот этих, как это там, СВЧ-печек, вот как бы, как это называется. Микроволок? Я таких результатов не знаю, но электросварка – это дуга. Что-то такое наподобие происходит с плазменным электролизом, там, конечно, другая среда. Вот. Это было бы интересно посмотреть, на самом деле. Спасибо. Ответ получен. Спасибо Игорю Булину. Анатолий Ильич, пожалуйста. Валер, у меня небольшое выступление на две минуты, тогда, если есть вопросы, я хочу. Тогда это в конце, если сейчас пока еще период вопросов. Я попущу, давайте. Период вопросов, пропускаем тебя. Чижов, пожалуйста, вопрос. Володь, включи там. Да, да, включился. Давай, говори. Докладчик, вы смотрели мой доклад? Да. Ну и как вам? Интересно. Он немножко расходится с вашими положениями. Володь, ты вопрос по этому докладу поставил. Все, все, смотрел, хорошо. Второй вопрос. В интерферационном свете вы смотрели треки странного излучения на CD-дисках? В интерферационном и поляризационном свете? В поляризации мы смотрели. При большом увеличении. Да, мы смотрели в оптике в поляризованном свете. Ну, скажем так, видно, некоторые треки видны более четко, но каких-то новых, каких-то таких вот неожиданных вещей я не видел. Первый у меня был интерферационный свет. Вы использовали? В интерферационном нет. Тоже, тоже, Павел Шин. У меня просьба, пожалуйста. Еще вопрос. Быстрый вопрос, быстро. Быстро, быстро. Вот, значит, черный цвет вот на тех треках, которые от серной кислоты, это что? Это особенность освещения просто. Особенность съемки в этом микроскопе с подсветкой. А химию не смотрели вы? Ну, там химия, нет, мы не проверяли как бы результаты этого электролиза на химический анализ, но там, ну, понятно, что вот сам этот раствор после того, как проработает электролиз, там он окрашивается в зеленый цвет, это соль и никеля. Все непонятно. И по поводу вот СВЧ, значит, я просто отвечу, значит, я вставил к электронно-лучевой печи, которая, в общем, самые высокие температуры развивает. Володь, у тебя очень плохое качество связи, извините, я прервалась, поэтому давай другим дадим это самое. У тебя плохое качество связи, Володь, ничего не понятно. Володь, Володь, плохое качество связи, извини, пожалуйста. Да, ну тут прервалось немного. Давайте, значит, вот следующее, Сергей, пожалуйста, Годин, да. Спасибо. Большое спасибо, Владислава, за очень интересный доклад. У меня маленький вопрос, одно отображение. Первый вопрос. Значит, вот когда эксперименты вы проводили в МИЭТе и в КИТе, в КИТе ничего не получилось с лампочками из МИЭТа, а наоборот, что-нибудь получилось с лампочками, если из КИТа взять и в МИЭТе провести? Мы не успели сделать такое, то есть, да, была идея просто взять из лаборатории КИТ, но тут то пандемия, то уже все подряд, и просто не успели. Это было, да, это очевидно было, что взять те лампы, которые лежат там, да, и проверить. Самое очевидное, что в глаза бросается. Ну и предложение у меня о проведении, скажем, еще дополнительных экспериментов. Я вот ни разу не слышал, чтобы такие эксперименты проводили в вакууме, в хорошем вакууме, там, скажем, 10-7 милибар. Вот если взять, скажем, заведомо какой-то образец, который излучает это странное излучение, там, часть реактора в Парховом, может быть, часть реактора чужого, да, поместить в вакуумную камеру вместе с CD-дисками и некоторое время пронаблюдать, будут ли там эти треки появляться или нет. Вот у меня есть очень большое подозрение, что это связано все-таки с газовой средой, в которой мы находимся, что в вакууме это не будет наблюдаться. – Да, мы обсуждали эту идею, но пока вот руки не дошли, ну, далеко не каждый реактор можно засунуть в камеру. – Ответ получен, Влад, нету финансирования, Сергей, он уже… – Камеру можно найти, я думаю, у кого-нибудь там. – Нет, камера у нас есть, это-то не вопрос. – Ну, тогда вообще, это же самая дорогая деталь камеры, остальное, это все, я так понимаю, у вас есть. – У нас реактор, мы же не можем перевести реактор из лаборатории КИТ в МИЭТ, тем более, что этот реактор, он же водяной, он не герметичный. – Не обязательно, вы возьмите просто от керамического реактора Пархомова кусочек, который заведомо должен эти частицы излучать. – Вот это совсем не заведомо, но это хорошее предложение, Сергей, но это уже дискуссия, спасибо. – Нет, нет, все, спасибо, да. – Спасибо, да, значит, и Чижов еще раз что-то хочет сказать, Володь, пожалуйста, быстро. – Микрофон. – Он не выключил просто этот самый микрофон. – Нет, нет, а как выключить ее? Ну как, попустить? – Нет, хорошо, все понятно, это я выключу. Значит, спасибо. Геннадий Савенков вопрос задает. – Яслав, спасибо за интересный доклад. У меня пара вопросов. Вы не допускаете, что у вас треки странного излучения, они как фоновые, идут не из космоса, а из недр Земли, где идет непрерывный синтез элементов? – Возможно, возможно. – Второй вопрос. Вот у вас, вы допускаете, что у вас странное излучение, не что иное, как ядра трансмутированных элементов? – Ну, вот я же показывал сегодня картинки, которые говорят о том, что там идет движение больших, довольно больших и твердых частиц. Из чего они состоят, я не знаю. То есть мы пока еще не видели каких-то особых элементов, которых там не было до экспозиции. И мы сами бы хотели узнать, из чего эти частицы стоят. – Ну, почему вы считаете, что они твердые? Вот вы знаете, что шнур молнии обычный, вот вы видите, он где-то составляет один сантиметр, по которому ток проходит. Ну, один-десять сантиметров. А вы видите огромную, ну, тут длина этих молниек, там, десятки километров, а ширина бывает до сотни метров. Почему вы считаете, что в данном случае, причем, что такое молния? Там и лидер летит, как все знают. А у вас то же самое, вы можете видеть, ну, тут то же самое ядро, раскаленное ядро, или возбужденное ядро, как его называют. Которое в пространстве может депульсировать. Ну, скажем так, те картинки, которые я показывал, и которые мы видим в эксперименте, особенно это на АСМ, особенно это в электронной микроскопе, других гипотез, кроме как именно воздействия, механическое воздействие твердых частиц на поверхность, других гипотез я не могу здесь просто высказать. То есть это не плазма, плазма вряд ли себя так идет, это не жидкое, то есть это некое твердое тело, которое вот так себя ведет. Почему твердое? Вы обратили внимание, что потихонечку вот след как бы сужается, застряется. Твердое тело, которое летит, она теряет энергию, отдаёт к окружающим пространство след, как к концу фаналов, замерзнет. Нет, ну, как раз это мы не видим, понимаете, вот, возвращаясь неделю назад, да, где вот так говорил, что нельзя представлять себе твердое тело, много на старте, потом оно как-то останавливает. Ничего не такого. Алиска, да, вообще не можем сказать, где у них конец, а где у них конец. Там они начинаются, ну, там, с какого-то небольшого, небольшой ширины, потом ширина становится стабильной, потом она снова исчезает постепенно. С периодическими треками тоже. Мы видим, да, мы видим, что период треков немножечко изменяется на какие-то, может быть, проценты, да, но без измерения периода мы вообще-то так не можем сказать, где голова, а где хвост. Не, ну, я вот в прошлый раз на вебинаре у Чижова задавал вопрос, каким образом у нас получается так, что у нас, либо у нас кратеры получаются, либо получаются горизонтальные, то есть параллельные треки вот эти. Почему у нас вдруг, значит, частичка приближается к поверхности и начинает вдоль нее идти? Это вопрос, я не знаю. Ну, потому что скорость, то есть кривая распределения, ну, пусть она Больсмановская кривая распределения, скоростей, ядер, которые получаются в результате реакции, бывает разное. Если она приближается к нулю, главное качество низкоэнергетических ядерных реакций заключается в том, что они могут идти при скоростях нуклонов, близких к нулевым. Вот когда она попала на эту, она идет вдоль этой поверхности и теряет энергию. Либо она, значит, охлаждается. Геннадий, это уже не вопрос, это рассуждение. Еще есть вопрос. Это, в общем-то, ответный вопрос. Спасибо, Геннадий, спасибо, спасибо. Ну, вот как-то вот все говорят, что это все странно. Ну, что странного здесь? Разная скорость, разные траектории. Вот она прошла вдоль поверхности, покинула ее. Если вам удастся где-то, мне так кажется, посмотреть в конце следа, если эта частичка осталась, или есть там трансмутированные элементы, то вы что-то поймете. Мы смотрели и не нашли. Ну, что противного поведения? Куда она делает? Вот вопрос еще. Не видим этих частиц. Вот все вот странные, странные. Ну, что здесь странного? Идет холодный ядерный синтез. Альфа-частица не оставит такой базы. Микронный разный. Альфа-частица нет. Об возбужденное ядро оставят, трансмутированное. Тяжелые ядро, предположим. Ну и чего, ну и чего. Ну, у них там обычные нити, обычные там истинные. Откуда взяли эти тяжелые ядра? Не, ну особенно тяжелых не будет, по крайней мере, на левом стороне склонов. Да ничего не оставит никто. Ничего. Ну, ну, что, борозда, борозда, борозда размеров. Борозда, потому что ядро-то возбужденное... Геннадий, Геннадий, давайте, давай, Дмитрий Рябович, мы спустим. Я вам говорил, вы же посмотрите на молнию, там тонну шнура, по которой лезет. Вы ее видите, сколько метров? Столько и видим, 10 сантиметров. 10 сантиметров во всех фильмах. Все вы говорите ерунду. А сколько? 10 сантиметров на всех фильмах. 10, один, 10 сантиметров. А вы сколько видите, когда вы увидите эту молнию? Сотню метров вокруг. Так это шуба вокруг нее, фотоиннистрационная шуба. Ну, какая шуба? Ну, что, ну, какая, какая? Валера, это уже дискуссия началась или что? Это не шуба. Ну, тогда останови, пожалуйста. Геннадий, Геннадий, пожалуйста, я... Геннадий, я вынужден... Геннадий, я вас вынужден был отключить, потому что дискуссия... У нас вопросы, дискуссию сейчас не нужно. Баранов задает вопрос. Можно, да? Да, задавай вопрос. Значит, известно, что люди, которые занимаются вот этой проблематикой, так называемым неизвестным излучением, они часто сами попадают под обстрел вот этой вот ерунды. Вот меня клевало в лицо это дело. Потом один раз я сложил листочек с порошком и провел по нему пальцами. И вот палец у меня пострадал. Ну, как-то было очень больно. А вот сегодня мы с Валерием Николаевичем игрались с разрядом, его клюнуло в глаз. Вот я знаю, Нестерович, он пострадал, его клюнуло под коленку, он потом долго хромал. Вот, Влад, тебя клевало это странное излучение, неизвестное излучение или нет? Пока бог миловал. Вот, ну, смотрите, мы надеемся, что на расстоянии каком-то там, ну, не знаю, метр, может быть, два, да, если находиться. Ну, вообще, как вот лаборатория КИТ, там как обычно все происходило. Александр Георгиевич включает реактор и уходит от него. И совершенно правильно делает. То же самое. У нас тоже этот реактор стоял там, ну, у стеночки, да, там, конечно, в лабораториях ходят люди, но, в принципе, на расстоянии вот этой ближней зоны никто туда не приближался. То есть, ну, я надеюсь, что, по крайней мере, этот фактор, он не сильно там людей как-то будет задевать. Дим, еще есть вопросы, Дима? Ну, нет, у меня замечания есть. Ну, хорошо, тогда вот ты первый начнешь как бы дискуссию и замечания. Пожалуйста. Ну, вот я когда, так сказать, занимался там этими делами как-то более, многие вещи как-то были понятны. Вот мне, например, очень нравятся у Влада эти его картинки совершенно идентичных этих самых треков, два трека совершенно идентичные. Мне вот это, мне это понятно, как это происходит. Это два кольца, которые двигаются, меняя одно другое. Вот. Из чего сделаны эти кольца? Из какого-то эфирного вещества. И они делают тогда вот такие одинаковые следы. Вообще вот в этих кратерах, в некоторых треках вот эта структура двойных колец, она проявляется. Вот у меня это где-то там даже давно было опубликовано. Вот. Это одно. Значит, вот такие вещи есть. А другое, что еще есть, это линейные объекты. Вот эти линейные объекты, я наблюдал, как они ползали по поверхности золотой и тащили за собой пылинки. Они стукались, залезали в щель, оттуда потом вылезали и тащили опять эти пылинки и царапали ими поверхность. Ну и вот множественные следы от этих царапин проявлялись. Длина этих палочек, она доходила до двух сантиметров. Ну, то есть вот можно кое-что как-то понимать все-таки. Влад, понимай все-таки, что все. Спасибо, Баранова. Он напомнил о своих экспериментах по попыткам регистрации альфа-излучения из частички с фором Висмута. И он, Влад, он дал подсказку о том, что вот эти твердые частицы, которые царапают, возможно, их тащит неизвестное излучение, неизвестное излучение тащит пыль по этой поверхности. Вот идея Баранова, которую он только что высказал. Так, спасибо, Диме. Вот, Чижов хочет комментарий какой-то дать? Нет, Никитин был у нас на очереди. Уже обсуждение. Да, это уже обсуждение. Пожалуйста, Никитин, дадим ему слово. Чижов, сейчас уже можно начинать обсуждение, друзья. Вот следующий Чижов. Володь, пожалуйста. Значит, у меня вот много накопилось. Спасибо. 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 Я вижу, что раньше их не было, а это же точки, проявляются точки, прямо вот так, порой простые точки. Значит, другое, ну, что не произошло, не произошло, не произошло, только коронатом, и умудлился, вот этот. Но я вижу изменения. Посмотрите, обратите внимание, я возьму какую-нибудь носку, зубочистку, коррите рядом, и увидите, и увидите. Это такие, у которых и зубочистки было. То есть, я там прыгаю, и даю, и проходит, и проходит, и проходит очень много различных веществ. И ники, алюминиевые, и проходит железо. Железо в первый раз показывало, что это неожиданное, как может оставить. Тут пройти, и насилие, и оставить уже так. То есть, кажется, выходит странное излучение, ничего не сказано. Я представляю, что это классный тюрьмного рода, потому как он ладится малыми размерами, и он сильно, так сказать, с магнитного поля не могу сказать, что он чертит эти вещи. А когда он попадает в такую, типа, аморной среды, он начинает, так сказать, тормозиться. Вот первая часть. Я даже показывал фильм по этому поводу, когда я в снег кидал вот эти вот шарики. Нижние шарики, они имеют, задние шарики, они имеют больше кинетической энергии, а передние тормозятся. Происходит вот такое вот, а если это вращение, то это и, так сказать, тот коловорот, который мы наблюдаем и в поликарбонате, и в этом самом, в стекле. А стекло, даже не стекло, а кварц у Рускоева, вот который ставил эксперимент, Пряхин, вот. Он показал, что даже на кварце, а у кварца температура размягчения 1200 градусов, такой же, как на стекле. А поликарбонат, он спокойно, так сказать, плавит. Вот. По поводу прохождения на расстояние. Я, так сказать, не придавал сначала особого значения расстоянию. И у меня расстояние было, ну, я подходил к установке там, сидел в районе там 3-4 метров от нее. У меня весь мой телефон, вот эта вот часть, пластиковая, она вся в стеках. И я могу сказать, что я могу показать, но как не обращать внимания на тачек. Сейчас. Сейчас я покажу. Вот, как, прямое увеличение. А в том, что он вводит, 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 а в том, что он вводит. А в том, что он вводит, а в том, что он вводит. Володь, нельзя превращать в свой доклад. Володь, пожалуйста, сокращайся. Не нужно свой доклад переповторять. И вот по железу, вот, пожалуйста, железный трек. Володь, ты меня слышишь? Пожалуйста, прекрати повторять свой доклад. Все, я остановился. Все, пожалуйста, Володь, спасибо. Юрий Евдокимов. Нет, Александр Пархомов, пожалуйста. Саша, пожалуйста. Я по очереди всех. Никитин первый. Он просто непонятный. Ну хорошо, давайте Никитин. Никитин, да. Спасибо. Я не могу больше двух минут, в отличие от них, товарищи. Я предлагаю. Время посмотреть на ситуации со стороны. Что мы видим? За 25 лет. В новом выдающихся учебах, я их сейчас замечу, накоплен очень важный и повторяющийся над ней, материалом, облигающийся. Какой я помню. Это, сутки, 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 сутки. И вот Адаменко, висотки. Жигалов, Паркомов, Предекс, Саватимова, Бот, Титрович, Чижов и много других товарищей, которых я не назвал, не запомнил. Что мы видим? Значит, мы видим повторяющийся набор наблюдений, причем сделанными авторами, которые видят поведение непонятных странных частиц, которые были названы. Получили гербари, которые повторяются, которые подтверждаются многими авторами. И пришло время понять, что мы добрыли. Мне кажется, что мы находимся в ситуации, в которой случилось в науке вести администрации. Когда он изобретен, человек обнаружил, что нужно летать, и придет в окружении в рамках маленьких частей, которые названы. Микробы разные бывают. А есть опасные. А есть опасные. Частины, как и микробы. Слушай, где? Вариация, как сейчас была дискуссия, в разном условии. Например, исследование довольно очень много. Наблюдение этих храмов. Получается откладывание в руки. Просто не терпеть в ситуации. Пришла пора разобраться об этом. Дискуссия, которая была на прошлой неделе и сейчас, сразу предложили объяснение. Поэтому я предлагаю что если катятся частицы, или что-то прыгает, или что-то там, ядерное частицы огромных, больше, чем ураном, что-то царапает. Есть одно очень уже хорошо документированное и понятное свойство этих частиц. Образование треков-близнецов. Когда вы посмотрите на... Есть у Жигалова, значит, Владислава Анатольевича эти треки. Они показывают, что частички, значит, движутся, многочисленные частички, двигаются, прочерчивая совершенно одинаковые картинки, поворачиваясь в одну и ту же сторону одновременно. И самое интересное, что эти треки состоят, если посмотреть с большим увеличением, из точечек. И причем эти точечки, оказывается, Влад Анатольевич сегодня вам показывал, причем повторяются в структуре. То есть два трека, и там одновременно, значит, эти точечки образуются, если это образуется частичка. Ситуация очень похожа, скажем, на полет птиц, который мгновенно поворачивается, непонятно почему, или движение косяков рыб. И вот я предлагаю из всего этого набора, который есть, каждый товарищ, который разработал объяснение вот этого, значит, явления, вот я говорю конкретно этих треков-близнецов, должен предложить на 15 минут с математической обработкой свое представление этой работы и представить его на сот, скажем, вот нашего коллектива. Значит, ну, можно назначить, значит, значит, если это назвать премия изобретателя этого объяснения, скажем, ну, скажем, лауреат зеркального трека или трека-близнеца, можно даже премию за это выложить, скажем, один рубль. Вот, а комиссию Нобелевскую, которая будет оценивать эти работы, ну, можно вот наш организационный комитет, который организует наши конференции, вот они, если они, конечно, не будут участвовать в дискуссии. Участие в дискуссии из экспертов исключается. Большое спасибо, давайте так делаем. Спасибо Анатолию Ильичу. Предложение, ну, его надо обдумать. Оно такое организационное, не так просто это организовать. Пархомов, Саша, пожалуйста, твое выступление. Ну, что сказать, ну, замечательный, конечно, доклад, прекрасные иллюстрации, причем которые очень такие информативные, сделанные на трех типах микроскопов, и все это вот сопоставляется. Сделан анализ того, что было получено. Я хочу отметить вот следующее, что вот все это потребовало огромного труда. Это требует огромного труда, усидчивости, настойчивости, внимательности. Вот мало кто из нас на это вообще способен. Ну, теперь конкретно о том, что было сказано. Ну, вот о затухании эффекта, которое вроде бы связано с тем, что нужно использовать свежие лампы, которые эффект потом затухает. Ну, в связи с этим я вспоминаю наши эксперименты с Юрием Николаевичем Бажузовым в Курчатовском институте. Там тоже наблюдались такие, значит, вещи, что вот вначале вроде бы эффект идет очень хорошо, а потом он затухает, затухает и куда-то вообще исчезает. Но он объяснял это следующим образом, ну, исходя из своей гипотезы об эрзионах, что вот эрзионы, они постепенно-постепенно накапливаются в веществе, а потом начинают, когда в реакторе проявляться их каталитический эффект, ну, постепенно вот то, что накоплено, оно расходуется, и поэтому, естественно, эффект затухает. Ну, может быть, здесь тоже что-то такого типа, но с этим в противоречие вступает вот следующее. Одновременно вот с изучением дисков, которые были расположены около реакторов, производились эксперименты с избыточным выделением в различных материалах. И я как-то не заметил, что вот была какая-то разница между тем свежие лампы или не свежие лампы, и никакого такого затухания я не заметил. Значит, тут возникает следующий вопрос, что вот эта вот вариативность, она связана не с тем, что вот реактор как-то работает нестабильно и он дает как-то меньшее излучение, а связана скорее с тем, что вот излучение реактора, оно взаимодействует каким-то образом с тем, что находится вне реактора. А вот то, что находится вне реактора, оно вот уже обладает большой вариативностью. Ну, тут вроде бы по-сказанной идее, что это какой-то космический фактор. Но я думаю, что здесь, может быть, объясняется это такими земными вполне явлениями. Вот в связи с этим очень важно вот эти вот капельные следы. Они возникают, когда в воздухе появляется аэрозоль, ну, скорее, можно сказать, аэрогель, поскольку здесь капельки жидкости имеют место. Вот эти капельки, они находятся в воздухе и как-то оседают. И следы, такие характерные следы получаются, они уже не такие вот разнообразные структуры, а они в виде таких цепочки одинаковых кружочков получаются. Ну, в связи с этим возникает такая идея. А может быть, вот если здесь аэрогель, а может быть, вот эти периодические вот эти вот треки, они связаны с тем, и об этом уже многократно говорилось, связаны с тем, что действующим агентом являются вот не капельки жидкости, а крупинки вещества. Ну, что это за крупинки вещества? Ну, у меня такая идея, что это может быть просто пылинки определенного сорта, которые летают в воздухе постоянно. Таких пылинок может быть то очень много, то очень мало может быть, и мы не можем контролировать наличие вот этого типа вещества в воздухе. И как это может происходить? Вот смотрите, вот тут противоречие такое возникает. То, что довольно резко ограничивается область, где наблюдаются вот эти вот появления треков. Вот если бы это было, значит, связано с излучением обычного типа, которое проходит вещество и поглощается, тогда мы бы не могли наблюдать такую резкую картину. И если бы излучение, оно у нас прошло через толщу вещества, которое отделяет вот ядро реактора от наружных слоев, то оно бы в воздухе уж наверняка пошло бы далеко. А мы видим, что оно не отходит далеко от реактора. Значит, скорее всего, здесь следующий механизм. То есть само излучение, оно обладает высокой проникающей способностью, но оно обладает коротким временем жизни. Поэтому оно легко проходит через слой вещества, но потом где-то на каком-то уже близком расстоянии прекращается свое существование, преобразуется в другой вид излучения. Вот. Или да. И вот, значит, оно проникающее, высоко проникающее, оно не может чертить никаких треков, но оно каким-то образом активирует вот эти вот пылинки, которые летают в воздухе. И эти уже пылинки активированные попадают на поверхности и, значит, образуют вот эти вот треки, которые мы наблюдаем. И вот эта вот периодичность, поскольку пылинки, они самые разные, поэтому и структура вот этих вот периодических треков может быть разная, а могут, могут, могут быть и не периодически возникать. Вот. И этим же самым тем, что вот если вот предположив то, что вот тот агент, который образует треки, имеет вид, скажем, аэрозоля, сразу получает объяснение то, что, например, не зависит, не зависит образование треков от того, каким, под каким углом находится вот детектор. Не зависит, значит, и то, что вот эти треки не образуются, если плотно-плотно запаковать детектор в какую-то оболочку. Вот. Ну, вот, что, ну, наверное, вот то, что я мог сказать, если ничего не забыл. Спасибо. Спасибо, спасибо Пархомову. Значит, ну, я бы сказал так, что сегодня эту мысль, которую Саша развил, уже высказал Баранов Дима о том, что это чертят какие-то пылинки. Вот эта мысль была высказана. О пылинке, на них садится какая-то вот эта компонента, неизвестная нам пока еще, которая в дальнейшем просто как пыль на поверхности опускается. Это такой разумный, по-моему, ход. Спасибо Пархомову. Значит, ну и Барану, конечно, спасибо. Юрий Евдокимов, пожалуйста, ваш комментарий. Спасибо за интересный доклад. Было очень интересно слушать. И, конечно, очевидно, наличие этих странных излучений – это объективная реальность, от которой никуда не уйти. Но не все треки являются все-таки теми, которые мы принимаем. Треки могут быть вот и возникнуть за счет, допустим, пробов. Я должен пояснить здесь. Вот если возьмем мы пластинку, скажем, CD-пластинку большой площади, то распределение плотности зарядок на этой пластине – она неоднородна. Тем более, когда индуцируются зарядовые вот эти плотности рядом с стоящим каким-то там устройством. И если, допустим, мы имеем напряжение пробоя в сухом воздухе 20 кВ, это один сантиметр, то один микрон, чтобы пробить, нужно всего лишь 2 вольта. И вот если мы на этой плотности накопим нет народности заряда, то эти пробои могут произойти как и на микронном расстоянии, все зависит от потенциала разных потенциалов, и может быть на расстоянии сантиметров. А прожиг, вот это расплавление, конечно, зависит от того, сколько заряда мы накопили, сколько джоулей там выработало. Поэтому у них эти треки могут быть вполне объяснены вот наличием такого межфазового поверхностного разряда тем более пути вот этого разряда определяется как раз, вот то, что сказал Климов, неоднородностью, может быть там пылинки сели и еще что-то. Вот этот фактор, конечно, должен быть, поэтому более чистый эксперимент надо провести. Разделить треки, которые возникают, может, как от пробоя, треки, которые на сайте возникают, как мы понимаем, в исходном смысле. Еще одно общее свойство здесь касается прерывности траектории – это наличие… Всегда у нас вот общее свойство – это наличие магнитного поля. При всех этих видах у нас есть магнитное поле. Магнитное поле, которое, по сути, тоже влияет, видимо, на формирование трека. Об этом тоже ничего не говорит до сих пор. Надо измерять увеличение вот этого поля, направление силовых линий, переменные поля. Постоянные, наверное, дополнительно можно накладывать на то поле, которое есть от реактора. Тогда, очевидно, можно референцировать все-таки и разделить эти эффекты. Ну и, наконец, хотел сказать, что есть внешний фактор, безусловно влияющий треки, и без реактора. Это все, скорее всего, космический фактор, а может быть, и фактор то, что у нас в центре Земли идут, собственно, тоже реакции идут. И они тоже могут генерировать вот те же, может быть, пылинки индуцировать как эту пластину. Вот, пожалуй, все. Спасибо, Юрий Евдокимов. Я хочу напомнить, что о том, как влияет магнитное поле на вот это неизвестное излучение, подробно, сравнительно рассказывал Чижов на прошлом вебинаре. Поэтому надо просто пересмотреть вот этот его доклад. Пересмотрите, пожалуйста, этот доклад, и вы увидите, что там эта идея, о том, что это обязательно должно быть высказано на Барановом-Зателепином еще в 2018 году в статье, которая опубликована там где-то у нас в конференциях. И это Чижов подтвердил экспериментами. Спасибо. Спасибо Юрий Евдокимов. Игорь Буйлин, пожалуйста. Ну вот, я лично... Нет, я не покинул. Это просто у меня замечание было, что вот надо учить магнитное поле. Да-да, Игорь, пожалуйста. Я лично массу просмотрел вот и доклады по разному, читал что-то по поводу излучения, и вообще ХИАС, и мне со стороны видно, что, конечно, есть объективные довольно проблемы, особенно теоретические. С теорией просто проблема, никакой общей принятой теории нету. Ну, причины разные, я думаю, одна из них стоит, в том, что очень много фантастики в планте и механике за это. Но есть вторая проблема, которая заключается в том, что, а что же там происходит. Два подряд доклада были, значит, вот Чижова и вот сегодня Влада. Вот были четыре мнения, можно было услышать. Валерий говорил, что это горение. Вот сейчас три мнения было высказано, что это, значит, либо механическое какое-то прочерчивание, либо это испарение вот этих дисков, либо это какая-то ядерная все-таки реакция. Вот в этом моменте я совершенно не могу понять. Ну, вот эта вещь более легкая, да, чем написать теорию. Ведь она может стать ключевым фактором понимания происходящего. Вот неужели нельзя обложить вот эти реакторы, вот эти диски разного рода счетчиками, разного рода измерителями и просто выяснить, наконец, идет ли там горение, идет ли там испарение. Ведь это все должно иметь какие-то материальные последствия. Если испарение, значит, должны в воздухе витать молекулы этого пластика. Если это горение, значит, продукты горения. Если это ядерная реакция, там излучения должны быть разные. И выяснить, наконец, что же там идет такое. Вот, неужели это так сложно? В прошлый раз Валерий сказал, что там горение может идти. А Чижов говорил, что он измерял в этой самой камере Вильсона, где там пары спирта. Если это горение, то там спирт воспламениться должен в этой камере Вильсона. То есть, скорее всего, это не горение. Ну вот, пожалуй. Спасибо, Игорь. Я для горения в прошлом слово не употреблял. Я употреблял слово окисление, Игорь, если вы пересмотрите. Окисление. Окисление. А это, извините меня, совершенно разные вещи. Но предложение ваше совершенно справедливое, что нужно бы поискать следы каких-то вот летучих компонентов над этим диском. Поэтому, если этот диск, значит, вот все-таки в какую-то камеру, например, даже в полиэтиленовый пакет, какую-то полиэтиленовую камеру, и там, увидя следы, померить какой-то состав газовый в этой камере, в этом пакете. Это хорошее предложение. Спасибо Игорю Буевину. Боб Гринье, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok of sound or vibration of any kind. So here, this is from a different experiment where you are using a sound here and it focuses and then it provides these two spots. So it's the same thing going on. And it is the same thing as going on here. And we have it here in the, this is a liquid with sound and this is at the node and you get the separation here. In the plasma reactor, in the fireballs, you get the separation in each fireball when you get the contrast right. In an ultrasonic system, you get these yin-yangs forming incredibly quickly. And again, you can see the spiral on each section. Here is the spiral and so on. And we get transmutation in those parts. And these are the figure of eights. This is Solin from 1992. This is Matsumoto from 1997. Okay. So that, that is the structure that forms it. And it leads to the production in a plasma sense of these spiral beams, which typically have two components. And so you, you have effectively a one toroid, which is producing a field in one direction and the toroid that's producing it in the other direction. And that is effectively your two, uh, pseudomagnetic monopoles. Sometimes you only get one flying out and you end up with this type of track. This is two. This is one. This is two. This is actually either one or two, and I can demonstrate this. And this may be one or two. And, uh, we've seen this out of these plasma experiments. And you can see that we have a number of tracks coming out of the fireball in this particular experiment. And here is a cluster of effects. And this is actually six frames merged together. And, uh, for instance, you can see this one bending around here. That's the end of one frame. It comes around here, bends around, and that's the end of another frame. And it comes up here. So that's just four frames or three frames there. And you can see the other ones are not caring about this being the anode and this being the canode cathode. They're far more interested in the effect, infecting, affecting each other. And so we, we have many examples of this, and we've cross correlated them to historical observations of the impact of strange radiation tracks. So here you can see from, um, Ken shoulders, uh, 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 an SEM image of, uh, some foil, and you can see the yin yang, uh, the two, um, toroid pair here, one behind the other, uh, producing these two holes. This is where they're closer together, but what he missed was this track here, which is a classic kind of damage mark in the foil. And this obviously occurred before this one punched through here is a video of the plasma, um, effect from our experiment. And, uh, that is essentially the same thing going on. If I go back and start again, you can see here is the individual frame and what this is, it's a long exposure. So what we have down the bottom here is we have a brass plate and a brass plate, the coherence occurs between the blast plate, the brass plate, and it collapses and emits the beam. And it's this kind of thing, I believe traveling through there, which is causing this effect. You can see another one here, here is a selection of them. So this is a pair, this is a pair, this is a pair. Sometimes you get them forming like this and you can have them, these bizarre interactions, even with themselves, uh, and so on. Here's the classic M&M track. Um, here are some more tracks, again, spiraling, offset spiraling, single one on its own. And this is one which is not rotating around its own center of access mass with its evil twin. It's just a torus coming off, uh, uh, one direction. Um, this one here is where you have very clear demonstration of a positive and then a negative structure. Um, and you can see the, the, uh, orbiting around itself, but it appears to have this bouncing effect, but that bouncing effect is down to perspective. This is natural ball lightning, uh, and it hits a tree in Hestalen in Norway, and it changed its periodicity. This is in Solon's 2001 patent. This is our replication of these effects in our reactor. This is from a historical, uh, document. And this one down here is a, a ball lightning trace across about 40 frames, uh, from the Australian outback, which I merged together, which is very similar to the one, uh, from the frame above. The group effects, I think are coming from, uh, some sort of charge channel or, or field, and then they are rotating around. So you get the very similar traces around. This is from Bitschkoff's work, uh, a previous reference, and you can see these kinks. We have the exact same kinks going on in here on a periodicity, and then they can join together. So you can have an individual one here coming out, coming out, coming out, coming out, and then it's coming around and another one joins it and starts to orbit around it, comes around. Another one is coming out here and it orbits around it. And sometimes they then break up and go off in different directions. So they don't really care about the, the electrical field, um, uh, and that they have their own mind, but they really, really, really care about each other. So we've replicated this work, uh, that was, uh, done by Claude Duval in 2010. Oh, it's not, it's not short. It's not very, okay. Yes, I just wanted to show you some examples and then I wanted to show you this. Um, so we, we have a torus here, imagine this is just one of the two tori and we are rotating it now, just, just like any of these things. It has a, um, a, um, a field fall off, um, if I'm going to the VPR, uh, this is all there on the outside and this is important to representing what, how, how it produces traces. Uh, now I need to switch to, uh, the, uh, the one view camera here. Okay. So you can see it spinning. I took the inspiration from our own work, but also that. The long living plasmoids, uh, at the Moscow physics Institute, the nuclear physics Institute. Uh, he's the torus around, rotating around the axis and the common axis, the common axis in the center here. I don't have the evil twin over here. I'm just showing one. So I'm, I'm showing you what occurs where you are only perceiving the interaction with the plasma of one. And if I turn on the loop change of the luminosity here, and I turn on the motion blur, uh, turn off the motion blur, uh, first. So you see here on the VPR track, the path of the plasma. And if I turn on the motion blur, uh, it will render, um, the track. And if you look at this from different perspectives and you change the rotation around its own axis and you change the rotation, uh, around the common axis, you can end up by simulating all of the tracks that you observe in real plasma and real experiments, which, uh, correlate to the, uh, real observations of interaction of this material with solid, uh, substances. And there we go. I can go do a longer demonstration where I can show, but I'll do it at another time. So I can show you multiple tracks and how they interact and how they produce. What we observe in actual experiment in terms of these things. So this one here is, in my view, the same as, uh, was produced by Baranov, uh, in his, uh, gold experiment. And I already showed you that and that's it really. So there we go. Okay. Okay. Bob, thank you very much. Very long present. Thank you very much. Bob. And, uh, like, обычно у Bob, прекрасные картинки. Огромное количество шикарных. Ну, его идеи, вот он в конце ее показал. Это вращающаяся, вращающаяся такой, значит, вот баранка такая, которая вращается вокруг разных осей, может производить все вот эти чудеса, которые мы наблюдаем. Thank you very much, Bob. Андрей Чистолинов, пожалуйста. Да, добрый день, слышно меня? Добрый вечер даже, слышно, да. Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить Владислава за интересный доклад. Ну, правда, ну, в общем, понимание он не добавил, как мне кажется. Сейчас потише звук. Так. Но что бы я хотел сказать? Ну, поддержать несколько идей хотелось бы. Первая мысль, которую я хотел поддержать, это то, что Влад все-таки померил период изменения периода вот этого странного излучения. Это действительно вот важный шаг, по-моему. Я хотел обратить внимание, что еще в первой работе у Рудского, где, собственно, понятие странного излучения было введено, приведены фотографии, и там, несмотря на плохое качество, можно увидеть, что там тоже период меняется. Вот, Влад, обратил на это внимание тоже? А второй момент – это вот то, что связано с движением материальных частиц вдоль поверхности. Ну, да, пока, насколько я понимаю, такие частицы не обнаружены, но то, что капли жидкости начинают двигаться вдоль поверхности – это очень интересный момент. Фактически, это вот такой вот шаг в этом направлении. И в связи с этим есть вот какая мысль. Довольно сложный процесс, когда эти капли попадают на диск, откуда-то переносятся из реактора. А зачем? В принципе, эти капли можно создать искусственно на диске. То есть можно взять жидкость, которая плохо испаряется, например, масло какое-нибудь, допустим, или глицерин, и искусственно их нанести на диск и посмотреть, что будет происходить. Вот такая вот идея. Вполне возможно, что они будут также вытягиваться вот этими силами, которые создают следы странного излучения. И третье, вот что я хотел бы поддержать, ну, это идея Анатолия Ильича Никитина по поводу того, чтобы устроить конкурс. На самом деле, с малышкой зрения, вообще, если бы мы делали такие вещи, и не только в области ядерного синтеза, но и, скажем, в области шаровой молнии, я думаю, мы не топтались бы так долго вот на одном месте. Но вопрос в том, как это все сделать, как это организовать, здесь я как бы ничего не могу пока предложить. Но идея, мне кажется, очень хороший плодотвор. Собственно, все. Спасибо. Спасибо, спасибо Андрею. И у нас последний выступающий сегодня, потому что время совсем перебрали, это Овшаров. Евгений, пожалуйста. Добрый день. Спасибо Владу за экспериментальную часть. Значит, я маленькую информацию к размышлению хочу всему сообществу дать. Значит, если у вас находится колонна высокого давления до 1000 атмосфер, и на ней стоит обязательно предохранительный клапан. Так вот, когда клапан срабатывает, значит, внутри клапана образуется отверстие диаметром практически с большой палец и довольно большой глубины. То есть, значит, ну, за 2-3 срабатывания это очень редкие явления, а потом при ремонте его меняют. Это что означает, что у вас газообразная среда, которая находится в этой, значит, колонне высокого давления, спокойно, значит, съедает из закаленной стали высокого качества, съедает материал. Так что это не поликарбонат даже. Значит, поменяйте, значит, вашу, значит, газ на эфирную составляющую и добавьте, значит, несбалансированный бублик, который, значит, рисовал Боб Бринье. И это, в частности, значит, Баранов тоже об этом упоминал. Значит, такие конструкции могут иметь любую энергетику и, значит, двигаться и проникать через любую часть, потому что это эфирная составляющая. Все, я кончил. Спасибо. Спасибо, Евгений Михайлович. Спасибо. Ну, я что-то хотел сказать, но тут уже так много сказано из того, что я хотел сказать, как бы повторение, возможно, возникнет. Поэтому давайте, друзья, на этом заканчивать. Вот. И у нас сегодня три часа практически длился вебинар. Спасибо Владу за интересные новые видео. Я бы хотел в конце что-то сказать, да? Что-то сказать, да. Ну, времени уже как бы нет. Я так понял, что там другой сейчас семинар начинается. Уже начался даже. Давай, давай. Буквально там две минуты, наверное, да. Не смогу ответить на все, как бы, предложения, замечания и так далее. Большое спасибо за внимание. Хочу поблагодарить снова Александра Георгиевича Пархомова, без которого бы не было этих результатов. Хочу поблагодарить сотрудников нашей лаборатории МЕД. И хочу высказать свое, ну, как бы, мнение такое. Оно, ну, считайте такое субъективное, может быть, вольное. По тому, где мы сегодня находимся в данном направлении исследований. На мой взгляд, попытки сегодня создать какую-то непротиворечивую теорию, которая бы объясняла все те факты, которые мы видим. И эти факты иногда даже друг с другом, ну, вроде бы, как даже кажется, что противоречат. Эти попытки теории, они, во-первых, нужны. Мы не можем жить в вакууме без идей, да, чтобы уложить в голове вот то, что мы видим. Это понятно. Но, скорее всего, мы сегодня знаем, ну, условно говоря, 20% тех фактов, которые являются необходимой критической массой для того, чтобы построить настоящую теорию, которая это все объяснит. То есть мы сегодня еще не знаем слишком многого в данной области. Мы видим только краешек тех эффектов, и мы просто физически не можем построить адекватную теорию сегодня. Я хотел бы напомнить, что, ну, очень много было возражений такого рода, что эти факты, они, ну, как бы, неинтересные, не неправильные, да, потому что вот у меня такая-то теория, а эти факты не умещаются. Я хочу просто напомнить, что никакая теория не может опровергнуть факт. Если этот факт подтвержден, если он, ну, там, как по всем научным критериям, там, накоплена статистика. На мой взгляд, мы действительно находимся в очень медленном движении в данном направлении. И я вот, к сожалению, не могу как-то, ну, ускорить этот процесс, да, то есть вот даже если одна команда что-то такое делает там целенаправленно в течение какого-то времени, все равно здесь должно быть движение коллективное, и коллективное даже не нашего сообщества, да, а коллективное мейнстрим науки. И вот вопрос, как достучаться до вот той большой науки, да, которая даже и не знает о таком явлении. Вот хотелось бы, чтобы мы подумали над тем, как вообще-то достучаться до остальных ученых, что есть такое действительно странное явление. Большое спасибо. Спасибо Владу Жигалову. Я с ним соглашусь с тем, что нужно достучаться, и соглашусь с тем, что сейчас еще недостаточно понимания, чтобы объявлять какой-то конкурс, потому что конкурс — это конкурс идей, а идей-то нету на самом деле толковых. Пока еще их нет, к сожалению. Ну, у нас есть кое-какие идеи, но пока они еще не доработаны до уровня конкурса. Спасибо всем участникам. Уже половина у нас разошлось сейчас, к сожалению, но тем не менее приличное количество осталось. Друзья, до новой среды, в которой у нас, я надеюсь, будет выступать Руцкоев. Он высказывал пожелание выступить, и надеемся, что он будет в следующую среду. Всем спасибо за участие. До свидания. До свидания. До свидания.